Всем добрый вечер. Давайте мы сейчас с вами сразу по традиции, те, кто уже подключились к трансляции, поставим в чат плюсик, чтобы я понимала, что у нас есть звук, вы меня слышите. Ну и что, хотя бы хорошее качество звука, как минимум. Отлично, спасибо большое, вижу вашу реакцию. Так, иногда предлагаю сразу сильно не затягивать, не буду особо сильно ждать тех, кто у нас задерживается и опаздывает, поэтому перейдусь сейчас к самому такому, наверное, для кого-то интересному, для кого-то нет, к разбору домашнего задания. Как я уже и озвучивала ранее, то есть я прохожусь, как правило, по списку и как раз-таки называю имя, фамилию, ну и какую-то либо оценку ставлю, ну как оценку, там, хорошо, отлично, либо в целом неплохо, либо какие-то комментарии даю, какие-то там отдельные моменты. Если вижу какие-то прям совсем очень сильные, скажем так, нарушения, я разбираю. Но вот здесь в вашем случае, по крайней мере, получилось так, что, кстати, давно уже такого не было, что, ну вот, из 22 работ, которые были мне отправлены, прям буквально можно по пальцу пересчитать тех, кто справился хорошо, кому, в принципе, у меня нет замечаний. Я прям даже сейчас посмотрю. Ну да, это там буквально, ну вот, скажем так, ну меньше половины. То есть, в основном, практически в каждой работе я видела какие-то недочеты и, соответственно, промахи именно в первой части. То есть, если со второй частью, с выбором инструментов и обоснованием вы в принципе более-менее справились, там гораздо проще. А вот самое, как говорится, сложное – это цель и целевая аудитория. Почему я и говорила, что это самое непростое. Вот на этом этапе посыпались очень многие из вас. Аники, до 13-го числа. Ну, я вот на самом деле не знаю. Здесь, скорее всего, имелось в виду, что до в целом окончания, хотя, не знаю, странно, там просто, скорее всего, система уже обновилась. То есть, до 13-го числа можно отправить сегодняшнее домашнее задание, которое у вас будет, а не которое было по понедельнику. То есть, получается, здесь как работает система? До 6 часов вечера дня, когда начинается урок, можно отправить домашнее задание. Но, то есть, если получается, что у нас будет следующее домашнее задание в понедельник, то нужно отправить работу до 6 вечера понедельника. Если потом мы встречаемся на четвертом уроке в четверг, то, соответственно, до шести вечера четверга. То есть принцип такой. И так как уже сейчас трансляция началась, ровно в 20.00 или даже, по-моему, после шести уже система обновляется, и у вас есть уведомление о том, что до 13 числа, но это относится к сегодняшнему уроку. То есть получается, что до понедельника, до шести вечера у вас есть время. Так, идем дальше по списку. Ну, собственно, заранее сразу попрошу прощения, если буду делать ошибки в фамилии, потому что, ну, к сожалению, не филолог по образованию, и могу ошибиться. Заранее еще раз прошу прощения. Итак, Юлия Бойко. Вот здесь тоже сразу скажу, что не совсем вы справились. Во-первых, кстати, правда, многие из вас не писали, что у вас за проект. Ну, то есть где-то приходилось просто догадываться по цели, так приблизительно, где-то даже, в принципе, непонятно. Вот Юля к вам это тоже относится. Вы не написали, что именно у вас за проект. Вы сразу написали, что вы предлагаете услуги по дерево-металлообработке. То есть как бы, то есть как таковых целей, на самом деле, вы не обозначили. То есть смотрите, самая главная цель – это ответ на вопрос «Зачем?». Зачем мне нужно, чтобы вы мне помогли с деревообработкой? Ну, допустим, да, то есть там, где я не мог справиться сам. То есть какую цель, опять же, чтобы мне что? Что-то оптимизировать, что-то сэкономить, что-то облегчить. То есть какая конкретно моя цель? Почему я не могу это сделать сам? Обращаюсь к компании либо к людям, которые могут мне в этом помочь. То есть какая у меня глобальная, может быть, какая-нибудь, я не знаю, цель, я не знаю, я хочу там кресло вырезать из пенька, ну, к примеру. Ну, то есть, понимаете, да, то есть нет конкретики. А всякое вот это вот выгодное предложение, как бы, да, то есть вот это вот, как вы предложили вариант, что еще наиболее выгодное, что именно, да, вы закладываете в выгоду, то есть чем она выражается? Опять же, да, то есть какое-то решение для меня, главной задачи того же самого оптимизации процесса, экономии времени, либо каких-либо других задач. То есть необходимо реально их разделять, то есть конкретно. Как я приводила вам пример как раз-таки с автомобилями, с юристами и прочее. Дальше, Виталий Лещенко, хоть у вас, конечно, тема такая достаточно серьезная, касательно безопасности, обеспечения безопасности и борьбы с терроризмом, но, во-первых, непонятно, где вы боретесь в рамках, как бы, ну, чего? Страны, области, города, какого-то отдельного заведения, а может быть, это торговый центр, да, который вы защищаете от нападок. Ну, это тоже, на самом деле, влияет на цели, которые, конечно, это, что мы защищаем, как бы, да, получается, и, как бы, да, то есть за счет чего, опять же, вы обеспечиваете безопасность и как раз-таки защищаете от терроризма. То есть получается, что если я к вам обращаюсь как ваша целевая аудитория, то моя главная цель не только вот в этом, как бы, да, даже если мы говорим про государственные какие-то компании и места, но я думаю, что все-таки действительно еще очень много здесь есть подводных камней, которые нужно учесть, и которые, по-хорошему, вы тоже здесь не проработали, не учли. Данил Кузнецов, вам нужно выносить именно цели по отдельным проблемам. Я понимаю, что вы там продаете лекарства, и, как я поняла, что-то вроде аптеки у вас, то здесь правильно будет выносить, зачем люди покупают те или иные лекарства. Ну, как в рекламе, да, то есть болит голова, вот на тебе вот это лекарство, проблема у тебя там с пищеварением, на тебе вот это лекарство. Хочешь, в принципе, восстановить или, знаете, там какой-либо орган, печень, то же самое, на тебе вот это лекарство. То есть хочешь, чтобы вообще, в принципе, у тебя не было похмелья, выпей боржоми на Новый год. Ну, то есть, пускай, конечно, не лекарство, но, тем не менее, посыл в рекламе именно такой. И, кстати, она реально регулярно перед Новым годом боржоми запускает такую рекламную кампанию. Всегда. Поэтому в данном случае, да, опять же, рекомендую это все выносить. То есть, понимаете, когда я иду в аптеку, у меня цель не просто лекарства купить, я иду за конкретным лекарством, решающим конкретную проблему. Вот в этом у вас сложность на самом деле. Но в то же время это и проще с точки зрения достучаться до определенного сегмента аудитории. Роман Реваконь, в целом вы справились неплохо, но я думаю, что все-таки здесь нужно больше на главную цель сориентироваться именно с какой целью вообще, в принципе, родители захотят отправить ребенка в лагерь с уклоном английского языка. Это, безусловно, какое-то развитие, это для организации досуга в летнее время, это образовательно, это развивающее мышление и прочее. То есть, в любом случае получается, что мы с вами здесь, опять же, не затрагиваем те цели, которые затрагивает наша главная цель в аудитории. Это родители, они же отправляют детей в лагерь, они же сами же дети в лагерь себя отправляют. Поэтому обращаем внимание на то, что зачем им отправить ребенка в этот лагерь. Никита Каретина тоже, к сожалению, цели я у вас не увидела. То есть, у вас также цели, на самом деле, родители. То есть, мы обращаемся тоже к ним, потому что дети 12 лет, ну, вряд ли самостоятельно примут решение. Поэтому нужно смотреть с точки зрения призмы родителей. Зачем им у вас что-либо приобретать, заказывать и прочее. Поэтому, как бы, да, здесь у вас рекомендация абсолютно такая же. Вот, кстати, Ольга Ферзина первая работа, которая поставила хорошо. У меня нет каких-то сильно здесь замечаний. Так, идем дальше. Андрей Соколов тоже поставила хорошо по вашей работе. Но тут небольшой комментарий у меня есть к вам, что, как бы, еще не учли, не продумали такие, казалось бы, базовые вещи, как увеличение прибыли, сокращение издержек. Как бы, да, то есть, компании при заказе опта, там, недостатки качества и прочее. Ну, то есть, как бы, когда вот эти все вопросы, они решаются, если хорошее качество товара поставляется. И, безусловно, как бы, да, они расширяют ассортимент. Для чего? Для того, чтобы расширять возможности получить больше дохода. Вот, примерно так. Так, идем дальше. Денис Парамонов. У вас тоже, опять же, та же самая шутка, как, кстати, было озвучено в первых двух работах, в двух работах выше, вот так вот. То есть, у вас цели мамы, да, то есть, вот эта вот ваша детская игрушка, да, тут разливающаяся, вот какой там гибкий трек у вас. Опять же, то есть, какую целью мама может посмотреть на вашу вот эту игрушку, чтобы ребенок что сделал, чтобы ребенок, какие навыки приобрелись, чтобы ребенок получил, опять же, то есть, какое-то отдельное, может быть, даже какое-то умение цели родителей. Опять же, они покупают, они покупают для своих детей. Поэтому думаем о том, вот, ну, если у вас есть дети, поставьте себя на место родителя, то есть если вы отправляете ребенка в лагерь с английским языком, то зачем вы это делаете? Явно не для того, чтобы ребенку, как говорится, испортить лето и насолить, с другой все-таки целью в любом случае, поэтому тоже мы это все, безусловно, учитываем. Так, идем дальше. Елена Сметанникова. Смотрите, тут, кстати, у вас тоже тема юридическая, то есть вот у меня немножко удивило, что мы ее разбирали на первом уроке, а вы как бы не совсем справились. То есть зачем бизнесу нужен юрист? Вот какие проблемы возникают у бизнеса, когда обращаются к юристу? Какие-то, может быть, проверки, штрафы, может быть, там, да, то есть они, как бы, да, то есть какую-то не заметили вещь в договоре, и у них там теперь вообще просто труба дела, и, в общем, как бы, да, то есть они поплатились за это, скажем так. Или отстоять свои интересы в суде. Зачем? Да, то есть какая юридическая поддержка оказывается бизнесу, чтобы у бизнеса что стало лучше, где стало лучше, в чем стало лучше, и какую выгоду получает бизнес от того, что он с вами непосредственно, как вы, будет им у нас сотрудничать, то есть именно вот с вами как юристами, что я взамен получу. Как правило, это реально вот именно работа с договорами и, как бы, да, с какими-то там отдельными индивидуальными случаями. Но почему-то об этом, да, таких простых вещах не подумали, к сожалению. Нина Растегаева поставила хорошо. Это вторая работа, которой у меня нет никаких особых замечаний. Татьяна Развод, здесь тоже у вас, как бы, так нужно, поставила в целом вам хорошо, но я бы вам еще, как бы, порекомендовала добавить тех, кто сдают свой автомобиль для продажи. То есть не только те, кто приходят к вам покупать бы автомобили, но еще и те, кто их сдают и продают, наоборот, вам. То есть какие цели у этой категории? Потому что вы же откуда-то берете бы автомобили, правильно? Вы же как-то где-то приобретаете. Вот этот вот сегмент просто не учили. В остальном, в принципе, вы справились неплохо. А Вера Якима вам тоже поставила хорошо. Единственное, что, как бы, добавила бы к вам еще две цели, как оптимизация экономии времени. Я тоже почему-то об этом не подумала, только такие более детализированные цели. Надежда Сладинская, наверное, у вас так правильно произнести фамилию, тоже вам поставила хорошо. Замечаний у меня к вам нет. А Юлия Тарасова в целом хорошо. Но вам тоже нужно, как вот я говорила заранее по продуктам, вам нужно цели прописывать по услугам вашего салона плюс по гео. У вас все-таки большая привязка идет именно по географии. Те, кто поближе, к тем, кому недалеко, к тем, кому по дороге и с работы к дому, либо кто там работает, опять же, неподалеку. Ну и, естественно, кто живет. То есть, как бы, у вас гео, на самом деле, играет основной роль. Я салонами, как раз, это очень много работало. Это самая популярная, наверное, тема, которая приходит на продвижение в соцсети в особенности. В общем, как бы, у вас реально цели по услугам работают и по гео. Евгения Чернова тоже вам поставила хорошо. Кстати, у вас очень, мне понравилось, как вы проработали даже первое предложение, в таком формате заголовка. Четвертое, если немножко доработаете про чувства, тоже будет хорошо. Про заботу и про чувства. Тоже такое очень интересное было у вас предложение. Так, Ярослава Митус. Кажется, так правильно. У вас тоже, как бы, так же, как и у салона красоты, кстати, только у вас медицинский центр, но, тем не менее, у вас цели по услугам медицинского центра. Ну, то есть, для беременных, для родителей с детьми, там, для детских услуг, для себя лично, там, для семьи, такими вот конкретными проблемами. Ну, в общем, вы должны понимать, как бы, так, что мы ведем на отдельные услуги, то, что у вас очень много, я уверен, направлений. То есть, у нас есть, как правило, работа просто с медицинским центром для заботы о здоровье, о себе, о семье и на лечение. А есть какие-то отдельные вещи, которые также мы учитываем, и в идеале потом в дальнейшем при рекламе их делить. Так, дальше. Павел Щелоков. Наверное, кстати, да, вот. Щелоков, Щелоков. Вайф. Щелоков. В общем, ладно. О, подарение. Сейчас не соображу. Павел, не обижайтесь, пожалуйста. Вам поставила в целом неплохо. Единственное, что, как бы, да, у вас по-хорошему, получается, в вашем продукте две цели. Одна – это повысить, точнее, эффективность тренировок, да, с помощью вашего этого средства, жилосжигающего. А другая – цель для ленивых. То есть, наоборот, убрать, как бы, да, то есть жир без труда. Вот ничего не делаю, а вы худею, как бы, да, мечта многих. То есть, у вас по-хорошему реально две таких крупные категории. Одна, которая такая сознательная, активная, другая, которая вроде бы сознательная, но ленивая. Вот я бы туда больше посмотрела. Так, Кирилл Мороз вам поставил тоже хорошо. Единственное, что все-таки зря вы только на мужчин смотритесь, и у вас в основном еще не принимают женщины. И не важно, что это теплые окна. Кто у нас занимается хозяйством, кто занимается уютом в доме – мы. Соответственно, женщина будет здесь, скорее всего, принимать решение. А вот как к ним обращаться – уже понимание целей каждого, опять же, наверное, пола. То есть, мы, как женщины, как правило, мы обращаем внимание на экономию денежных средств, собственно, семейного бюджета общего, так сказать, решения два в одном. А для мужчин это будет, как говорится, то есть, решил две проблемы за раз, и по поводу электроэнергии, по поводу окон и тепла, и экономии жена, мол, с ней выносит. То есть, это действительно, на самом деле, казалось бы, вроде бы такие общие вещи, но они прекрасно работают в посылах, и в остальном, в принципе, вы прописали все верно. Роман Канищев, вам единственного, кому поставила отлично, это была на сегодня самая лучшая работа, прям вы молодец. Наталья Полякова, не уверена, что только развлечения, как бы, да, то есть, вы не планируете продавать себя, чтобы у вас заказывали услуги? Если нет, ну, тогда, наверное, ок. Если да, то вы, к сожалению, это не продумали. Олеся Суханова, у вас, почему-то вы не рассматриваете вариант B2B, хотя, на самом деле, все ваши эти деревянные хэштеги и прочие вот эти все, скажем так, атрибуты, они прекрасно работают и в разных ресторанах, и в разных заведениях, и в разных даже каворкингах, и в разных офисах, и в БЦ, и как оформление, и как декоры на выставках. В общем, я бы на вашем месте чуть-чуть бы расширила ваш взор. Это не только свадьба, не только невеста, это не только для фотосессии, но как бы явно не для этого. То есть, нужно чуть пошире вам в целом на аудиторию посмотреть. И вот, Радик, вас просто по имени назову, у вас, в принципе, имя такое необычное, у нас такой один среди всех. Вам тоже поставило хорошо, и также вам бы добавило еще целое увлечение прибыли, которое, почему-то, вы не учли, что странно. Но, тем не менее, это прям совсем кратенько, потому что работы много, а времени у нас с вами немного. Поэтому, в общем, где смогла какие-то сделать замечания, кому-то, то есть, ответственно, сделала. Так как было очень много работ с ошибками, то какие-то выделять отдельные смысла просто не было. Было проще дать какие-то краткие комментарии каждому. Все, предлагаю перейти к нашей сегодняшней теме. Все-таки уже, наконец-то, 15 минут и так, это много достаточно на разбор на ваших заданий. Так, сейчас подгрузится у меня, как всегда, презентация, спустя какое-то время, видимо. Ура! Она заработала. Итак, мы с вами говорим сегодня про контент. Ну, смотрите, цема контента, она не просто так поднимается очень часто, потому что у нас продает что? Конечно, контент. Напомню, что я говорила уже на первом уроке, что контент – это любая информация, которая есть вокруг нас, она бывает визуальная, бывает вербальная. Визуально, что мы глазами видим, вербально, что мы слышим и читаем, грубо говоря, в большей степени. Поэтому, как бы, здесь у нас получается, ну, текстовая имеется в виду информация, вербальная, больше визуально – это изображение, фотография, видео, туда все тут идет. И у нас получается так, что действительно, как бы, да, то есть контент – это любая информация, которую вы так или иначе сообщаете своим пользователям, своя потенциальная целевая аудитория. То есть это именно то, что помогает как раз-таки нам достигать главной цели маркетинга – это влиять на принятие нужного решения, что уже в результат приводит, опять же, к нашей конверсии, которую мы и ждем. И, естественно, чем более качественная информация, чем более она адресная, тем больше внимания вы к себе привлекаете. Есть очень правильное выражение, что я – это текст, который я отправляю другим людям. Продуманно и взвешено, потому что это ваша репутация, это доверие. На базе доверия и лояльности выстраивается в принципе, как бы, да, то есть система коммуникации и продажи. И в особенности, если мы говорим про социальные сети, там это вообще основной момент. То же самое касается, на самом деле, и сайта, потому что если меня там не цепляет ваше предложение, мне не нравится, как бы, да, то есть контент в формате дизайна, но я не буду, скорее всего, с вами сотрудничать. А очень многие люди принимают решения именно базируясь только на дизайне. Нравится, не нравится, есть вообще он или нет. И очень сильно это влияет на их выбор. Даже бывает так, что очень многие такие мелкие компании берут именно сильным дизайном, к ним приходит поток людей, и вот они, как бы, да, уже молодцы. Хотя на самом деле, ну, как бы, это спорный момент. А это правда срабатывает. И поэтому, да, то есть для того, чтобы, опять же, помнить свою репутацию, то есть когда мы пишем от имени компании, то даже когда мы просто в любое сообщение пишем, на странице, в имейле, это может быть реклама, контекстная реклама, это сайт, мы всегда это делаем от имени бренда, от имени компании, для того, чтобы у людей возникло хорошее отношение к нам, как к компании, доверие и, как бы, работало на повышение имиджа. Поэтому нужно учитывать, как вы это делаете практически, как бы, то есть, ну, наверное, всегда. То есть сам по себе контент, тот самый, как раз таки, имидж и создает. А если я доверяю, повторюсь, опять же, да, то есть, как бы, я покупаю. Поэтому каждое сообщение, которое бы вы куда бы ни писали, хоть в почте еще раз, то в комментариях, в публикациях, в сайтах, на сайте, он подсказывает в этот момент, когда клиент с вами в таком, получается, виде вступает в диалог, как вы к нему относитесь, то есть, какое у вас к нему отношение формальное, серьезное, вы пытаетесь ему только что-то втюхать, либо продать, да, в грубой форме, либо вы проявляете заботу, то есть, вы вызываете доверие, то есть, вы чувствуете, что вас ценят как клиента. То есть, по-хорошему, у нас получается, что контент – это такой хороший реально актив, который помогает нам превращать наших читателей, которые с нами знакомятся как раз таки через контент. Уже в покупателей, в идеале, владельная аудитория, которую нас рекомендует и постоянно к нам обращается за повторными продажами. Как было правильно сказано одним копирайтером, это интеллектуальная реклама, за которую не нужно платить налог. И действительно так, это постоянная реклама, которая работает в режиме нон-стоп, независимо вообще, да, то есть, от времени практически. Это хороший источник расширения, естественно, аудитории, степени влияния в целом, ну, и именно благодаря контенту мы можем выделиться на фоне конкурентов, как мы себя позиционируем, как мы себя представляем, то есть, так мы, соответственно, и можем себя немножко как-то отличить и выделить на фоне конкурентов и завивать какие-то даже, может быть, лидерские позиции. То есть, цель контента, да, это сформировать именно мнение о вас, то есть, вот то самое взаимодействие через диалог. Вспоминаем первый урок воронки маркетинга, когда мы эти две ступени пропускаем, а на базе именно этого момента как раз-таки мы можем только перейти к дальнейшему шагу, к принятию решения. Поэтому здесь нужно помнить, что у нас в рамках контента работает все, и текстовая часть, и визуализация, то есть, это изображение либо видео. Поэтому каждый в отдельности, конечно, может работать, но эффективнее, конечно, вместе. Поэтому не стоит это недооценивать. В результате, да, если такой небольшой подыток сделать, то суть контента в том, чтобы влиять на умы нашей потенциальной целевой аудитории, то есть, в идеале, управлять поведением и добиваться нужного нам результата. Контент – это всегда личность, которая занимается, то есть, это вы, компания, либо бренд, да, он формирует именно первое впечатление, соответственно, и хорошее средство использования именно информации для обмена и получения обратной силы. То есть, нужно готовить такой контент, да, то есть, который будет формировать о вас то самое нужное мнение на базе которой будет принято то самое правильное решение. Есть такая, знаете, короткая притча, она мне прям очень нравится вот на тему контента, очень коротенькая, называется «Тресита Сократа», но она прям очень правильно характеризует, то есть, то, о чем забывает большинство на самом деле людей, когда взаимодействует с аудиторией. называется «Однажды один молодой человек спросил у Сократа, знаешь, что мне сказала тебе твой друг?» Его Сократ остановил и попросил сначала просеять то, что собирается сказать через «Тресита». А молодой человек удивился «Тресита?» Он говорит, ну, конечно, потому что прежде чем что-нибудь говорить, нужно это трижды просеять. Сначала через «Сита правда». Ты уверен, что это правда? Нет, я это просто слышала. Значит, ты не знаешь, что это правда, либо нет. Тогда давай-ка мы свое просеем через второе «Сита», «Сита доброты». То есть ты хочешь сказать о моем друге что-то хорошее? Да нет, напротив. Тогда, правда, Сократ, ты собираешься сказать о нем что-то плохое, но даже не уверен в том, что это правда. Попробуем «Тресита пользы». Так уж необходимо мне услышать то, что ты хочешь рассказать. Да нет, в этом нет никакой необходимости. И так заключил Сократ. В том, что ты хочешь сказать нет ни правды, ни доброты, ни пользы. Зачем тогда говорить? Вот то же самое с контентом. Если у вас для вашей аудитории нет никакого решения, ни заботы, ни правды, ни доброты, ни пользы, вот лучше тогда даже не пытаться это подтверждается регулярно. То есть с контентом получается то же самое, потому что мы с помощью контента можем в любой момент три простые просьбы любого специального клиента удовлетворить. То есть по-хорошему, да, то есть сообщите мне правду, будьте со мной максимально корректными, вежливыми и поделитесь, ну, действительно полезной информацией, потому что бесполезной информации сейчас в информационном шуме очень много. И люди устали. У нас уже есть такая некая слепота. Поэтому это нужно все-таки тоже помнить. И все это вроде бы понятно и вроде бы как бы такие простые вещи, но у нас всегда возникает очень много вопросов о контенте, то есть а как такой прекрасный ценный контент создавать, на который будет аудитория реагировать, откуда брать идеи, о чем писать, чтобы это было аудитории нужно, как это интересно преподносить, какой формат контента наиболее популярен, как привлекать клиентов. Вот самое, на самом деле, забавное то, что ответы на все эти вопросы заложены всего лишь в одном единственном пункте, в целях целевой аудитории. Это действительно так. Если вы знаете, какая у нее цель, то у вас не возникает вопроса, какой будет у нее контент ценный, как бы, да, то есть идея уже, в принципе, у вас есть, она именно в решении проблем вашей целью аудитории. Вы знаете, что ей нужно, вы понимаете, как это правильно преподносить, чтобы это действительно, да, ее затронуло, ну и, соответственно, как бы, да, то есть вы привлекаете своих клиентов. То есть по-хорошему, да, то есть такая некая карта по достижению нашей глобальной цели. То есть чем качественная информация, тем больше внимания мы к себе привлекаем. Чем больше такой качественной информации, тем быстрее увеличивается наша аудитория, тем быстрее мы добиваемся своей продажи. Все. То есть, по-хорошему, действительно, у нас есть такая некая современная концепция, хотя она, конечно, не совсем современная, она так называется, которая называется «Аида». Но чаще сейчас к ней добавляют еще пятую покупку «Аиэс», «Аида». Не знаю, многие, в принципе, знакомы на самом деле с этой простой концепцией продаж. То есть, ее суть в том, что это как бы некий путь, в процессе которого человек принимает решение. То есть, каждый посетитель сайта, либо читатель рассылки, либо там, когда мы читаем, например, публикацию, видим рекламное объявление. В этот самый момент, когда мы только начинаем знакомиться с вашим контентом, мы принимаем решение – переходить нам по этой рекламе на сайт или там из публикации рекламной стали на сайт, опять же, или же нет? Заказывать у вас услугу или не заказывать? Покупать то, что не предлагаете или не покупать? То есть, задача контента, получается, не только привлечь внимание и привести, но и, естественно, поспособствовать принять нужное нам решение. А тогда, получается, что контент уже начинает работать на второй точке касания, а наша с аудиторией, то есть первое – это либо реклама, либо социальная сеть, либо это имейл, например, откуда увидели первый раз люди информацию. Дальше уже они переходят куда-то. То есть либо, ну, как правило, это сайт, может быть, даже лендинг, а реже, когда что-то другое, но все-таки, как правило, это сайт. И уже тогда контент сайта должен доделать, да, вот начатое, то есть довести до ума. Мы привлекли внимание, вызвали интерес, а значит, на сайте должно быть желание и действие, правильно? И, соответственно, в конце уже после, да, то есть мы должны поддержать этот уровень удовлетворения, да, то есть именно, которое вот сохраняется до повторной продажи, когда человек уже потом самостоятельно, без наших толчков и подсказок, приходит и покупает того, чтобы ему понравились. И это та самая как раз-таки пожизненная ценция, о которой я говорила на первом уроке, та самая LTV, о которой очень много сейчас говорится. Это сейчас стало, наверное, таким креугольным камнем, потому что сейчас очень большое количество… Я буквально недавно делала эту публикацию у себя в Инстаграме, буквально, по-моему, позавчера даже, что сейчас очень много реально вокруг нас информации, то есть можно собрать данные о любом пользователе максимально детально и адресно обращаться к каждому из нас. И именно из-за того, что очень большой информационный шум, очень много всей информации, мы уже перестаем видеть вот эту коммуникацию, которую с вами пытается построить бренд. Именно в этом вопрос персонализации. Аида эту персонализацию отрабатывает. То есть чем персональнее ваше обращение, чем больше вы понимаете свою цель и аудиторию, ее цели, тем, опять же, качественнее ваша информация. А чем больше такой качественной информации, тем, соответственно, быстрее у вас будет продажа. То есть здесь все очень плохо. О, точнее, все очень просто. Ну и плохо, наверное, тоже. То есть у нас, получается, первая степенька – это внимание. Когда привлекаем внимание, на этапе интереса мы вызываем интерес, значит, мы должны вызвать именно желание, как бы, да, то есть приобрести, и чтобы совершил уже действие. И потом поддерживаем его. Потому что вот это именно как раз-таки большой объем информации потребляет наше внимание, создавая нищету этого внимания, что и рождает потребность это внимание распределять. То есть через персонализацию, через вот этот вот путь. Суть в чем, как бы, да, то есть это ступеньки, по которым двигаются люди в процессе принятия решения. Ключ к правильному применению данной модели является именно в том, что должна быть постоянная непрерывная поддержка посетителей в этом процессе. Ни один из этих этапов не должен быть пропущен. В принципе, это логично, но на всякий случай. То есть если нет внимания, если вы мое внимание не привлекли заголовком, может, каким-то изображением там, допустим, то вы не вызвали интерес. Если нет интереса, да, соответственно, у меня не возникает желания. Без желания действия не будет. Ну, то есть они все реально между собой связаны. А если я не купил, то как бы и поддерживать тоже получается нечего. У нас буковка «С» вообще в принципе отваливается. То есть по-хорошему действительно получается такая та самая воронка отчасти, та самая конверсионная цепочка, по которой мы ведем аудиторию практически везде. Это рекламные объявления, это тексты, это сайты. Почти все лейдинги строятся по Аиде. И пускай многие там говорят, что Аида уже давно умерла, и это древняя. Они пытаются то же самое другими словами назвать, но поверьте мне, Аида – это железобетонная просто такая, наверное, концепция, которая работает безотказно. Она работала в 50-е годы, 20-го века, она работает сейчас и будет работать дальше, потому что это наша психология. А мозг пока у нас так сильно еще не изменил, чтобы мы поменяли свою ментальную траекторию. Ну, вряд ли. Поэтому все-таки, да, то есть, как бы, здесь вот к этому стоит прислушаться, наверное, и так. С точки зрения, как бы, таких отдельных, наверное, ну, можно сказать, правил удержания, как бы, да, то есть, внимания, интереса того самого, да, того, как бы, действия и желания, вот на этапе удержать внимание, то есть, самое главное, что, если я сразу что-то не могу легко найти у вас на сайте, для меня это не существует. Это правда так. Мы сейчас реально уже не всегда хотим ждать, не всегда хотим тратить время на поиск какой-то информации на каком-то сайте. Мы знаем, что есть еще 25 вариантов поиска, когда можем зайти, и наверняка там будет более выгодное предложение сразу, ответ на мой вопрос, либо еще что-то. То есть, мы готовы лучше там посмотреть 25 сайтов, чем сидеть, заморачиваться с одним. Это правда так. Поэтому, если у вас по юзабилити, по дизайну сайта, по вот этой цепочке инверсионной не продумано, как раз-таки важность и необходимость получить от вас для аудитории именно наиболее актуальную информацию, по ее мнению, не по-вашему, не то, что вы считаете важным рассказать аудитории, а что для нее важно услышать для решения своей проблемы. И, отталкиваясь от аудитории, мы уже выстраиваем ту самую как раз-таки контентную составляющую вашего сайта. И если мы выделяем слишком много пунктов, то они все теряют важность. Это тоже большая боль, потому что многие думают, чем больше регалий напишем, чем больше мы там выделим преимуществ, отличий и прочее, тем лучше, тем мы круче. На самом деле, когда их больше 5-6, все. У меня просто рассеивается уже в памяти очень много, и если это 8-10, то я первые два даже не вспомню. У меня в голове получается каша. Я не могу вас выделить. Я не понимаю, чем вы отличаетесь. То есть вы все в кучу свели, все вместе, а что конкретно? То есть это не откладывается. Поэтому необходимо разделять, необходимо разграничивать эту информацию, делить на разные блоки и по-разному ее преподносить. А то, чтобы это нарастающим итогом подводило, опять же, к желанию. На этапе удержания интереса, то есть мы уже здесь работаем, естественно, с аудиторией. Нужно понимать, кто конкретно ваш посетитель, либо старый на сети, либо даже сайта. То есть, опять же, потребности, желания, страхи. Здесь по классике мы идем. И, естественно, какого они хотят именно получить результат. То есть как раз та самая их цель. С какой целью они вообще, в принципе, ищут то, что вы предлагаете. На этапе уже желания, когда именно принимается решение, вспоминаем Трисита Сократа. То есть даем реально ценную информацию, чтобы пользователь понял, что его ценят. То есть посетитель у вас, получается, чтобы он понял, что его действительно ценят, что дорожат к его потраченным временем. И дают ему сразу ответы на его вопросы, а не заставляют его гулять долго и муторно по сайту в поисках какой-то информации. Ну, то есть, как бы, да, пункт один смотрим. Если я это быстро не могу найти, для меня этого не существует. Все, я просто ухожу. Вы потеряны, получается, для вас это потерянный клиент. Ну, и нужно помнить, всегда это тоже большая ошибка многих, да, то есть вы забываете о том, что процессом управляете не вы, а те, кто пытается с вами вступить в диалог. Они вам приносят деньги, понимаете? Они сами, то есть люди с людьми общаются, и люди приносят деньги людям. То есть поэтому, как бы, да, вы должны сделать все для того, чтобы они себя почувствовали комфортно у вас на сайте, у вас в сообществе, либо, считай, ваше объявление. То есть максимально вот это вот, опять же, закрытые проблемы. То есть не когда мы просим купю-купю, ну, пожалуйста, ну, со скидочкой, как это чаще всего делается, агрессивная реклама, которая действительно уже уходит, и традиционный маркетинг, ну, вообще, в принципе, как бы, да, то есть отходит на задний план, так же, как и масс-маркетинг. Ну, масс-маркетинг имеется в виду, то есть когда это вот идет на такой общий посыл на массу, то есть это уже все отходит. Действительно, у нас очень много даты сейчас собирается, то есть данных о нас везде абсолютно. И персонализация впереди планеты всей, поэтому процессом управляет ваша аудитория, а вы под нее подстраиваетесь. Она всегда права, а вы уже, как бы, да, то есть предлагаете ей более выгодное решение. То есть это действительно так. То есть продавец всегда должен немножечко ублажать своего покупателя, потому что, ну, это как бы выгода для обеих сторон, так или иначе. Ну, и на этапе действия, естественно, то есть как бы мы не мешаем и облегчаем. Это вот меньше всяких callback hunter, которые выскакивают раньше, чем я успела с вашим сайтом вообще познакомиться и понять, что вообще вы мне предлагаете. Меньше всяких всплывающих окон, поп-ап и прочих, которые появляются с точки зрения подпишитесь на рассылку, получите бонус-скидку. Да, то есть причем важно, чтобы это было, опять же, не быстро, не сразу, когда я только-только пришел на сайт. Там три секунды прошло, и я уже это увидела. Я еще не понял, где я нахожусь, что вы мне предлагаете. А у меня уже тут какие-то подписки, рассылки и прочее. То есть тем более, когда это, например, вообще мне очень нравится. На этапе оформления корзины бывает так, что предлагают, опять же, в таком всплывающем окне, там вам еще понравится куча товаров. То есть не просто внизу какой-то блок, когда вы уже перешли в корзину, а именно таким вот именно всплывающим окном, который, как правило, своей подложкой темно закрывает вообще весь сайт. И многие люди путаются. И если тем более еще дело так, что крестик не сразу видно, чтобы закрытый, закрывает что? Естественно, главное красный крестик, который закрывает сайт. Или с того, что, опять же, от вас ушли. Если, например, люди видели вас, например, в контекстной рекламе, и в тот момент времени, да, то есть как бы вы по аукциону выигрывали, то вернувшись в поиск, вас там уже не будет. И это тоже очень, как бы, да, такой неприятный момент. Поэтому об этом помним. Самая главная суть в чем? В том, что идентификация потребностей, это самая персонализация, как еще один способ описания конкретной задач, которую вы решаете, как бы, да, то есть для своего посетителя. И которую он пытается как раз так и решить с помощью вашего продукта. Поэтому, как бы, да, то есть здесь так и важно вот именно вовремя подавать актуальную, полезную информацию, что уже дают вашей аудитории, почувствовать, что, как бы, да, действительно они тоже в тренде, они тоже разбираются, понимают, они тоже на волне, его ценят и дают ему сразу все ответы на его вопросы, либо решение на проблему. То есть совершив выбор, ваша аудитория должна завершить свой путь. То есть оплата – это ее, как бы, да, получается конечная такая точка пребывания там на вашем сайте, так или иначе. То есть об этом все-таки тоже мы помним. В результате мы понимаем, что сам по себе контент дает пиццу следующие возможности. То есть, естественно, да, это максимально быть открытым, когда вы готовы делиться информацией, вступать вообще на свою аудиторию, то, что, опять же, укрепляет доверие и лояльность, а это, опять же, к продажам ведет. Это, естественно, инструмент пиара, потому что пиар, он помягче, он более такой, знаете, завуалированный, это не агрессивная прямая реклама в лоб, а она действительно так немножко издалека начинает, из глубин подтягивается и подкрадывается к вам, к вашим потребностям, потому что также работает на доверие и репутацию. Естественно, это основной инструмент вообще для поисковой оптимизации сайта, само собой, конечно, ускоряется и рост сайта, и посещаемость сайта, и ранжирование в поиске, то есть в позиции, которые вы занимаете. Чем уникально интереснее контент, тем лучше, опять же, сайт ранжировался. То есть там действительно рекламное объявление, это и проработка ключевых запросов для тематического ядра, то есть это мета-описание, это текст, естественно, на сайте, это дизайн, в общем, это юзабилити, это реально практически все, что есть у нас на сайте, это только, безусловно, контент, с которым взаимодействует каждый посетитель вашего целевой аудитории потенциальной, которая на базе того, что она видит, принимает решения. Это, естественно, обратная связь, когда мы можем быстро получить обратную связь, кстати, и по негативу, когда люди жалуются, либо пытаются найти там решение проблемы после приобретения у вас чего-либо, например, через разные комментарии к публикациям, ну, то есть, когда вы быстро на них отвечаете, что-то, опять же, подкрепляет открытость вашу. Всегда. В целом, работает на продвижении и на узнаваемость, то есть, как бы, да, регулярные публикации и частые ваши, скажем так, появления на публике, грубо говоря, вот, естественно, опять же, способствуются в большей степени узнаваемости. Если я начинаю уже видеть вас везде, я начинаю интересоваться, волей-неволей. Я тут увидел, там услышал, здесь увидел, там потом еще мелькнуло, на работу, с работы, дома, выходные, то есть, я как-то где-то постоянно пересекаюсь, как бы с вами, хотя, в принципе, я не ищу встречи, как говорится, но вижу, и я уже начинаю потихонечку интересоваться, как бы, что-то все-таки такому интересно-то предлагают, то есть, чем чаще нам сообщают, тем быстрее мы, скорее всего, совершим целевое действие. Именно поэтому у нас, да, почему многие все время мне задают вопрос, почему мы в телевидении так часто показывают рекламу. Очень часто и очень долго одну и ту же, типа, надоедает. Ну, потому что есть статистика, на основании какого количества раз люди принимают решение, прежде чем они увидят, точнее, прежде чем они совершат действие, сколько раз нужно увидеть, как бы, да, упоминание о бренде в разных каналах, и, естественно, интернет, это еще в офлайне, у некоторых наружная реклама. То есть, это реально комплексный подход, но, тем не менее, это хорошо работает. В основном мы закрываем контентом стандартные цели для бизнеса, это, естественно, работаем на узнаваемость бренда и его повышение, на формирование статуса эксперта, на репутацию, то есть, на лояльное отношение, на расширение клиентской базы и как раз география влияет, если мы вообще планируем, в принципе, расширяться. Естественно, как увеличение целевого хорошего трафика на сайт, из посетителей именно на сайт, увеличивать качество товаров либо услуг. Это, естественно, разные рекламные кампании промо-запуски новых продуктов в том числе. Это обратная связь с революторией. Ну, и, естественно, отстройка конкретных, от конкретных зашетов контента. И, конечно, можно выделить десятый, как бы, еще пункт, такой самый важный, да, то есть, на базе всего всех этих моментов все-таки увеличение прибыли. Но контент, как бы, да, то есть, здесь работает все-таки не совсем в лоб, да, то есть, нам помогают инструменты и другие разные всякие еще дополнительные методы. В Digital у нас есть такой стандартный пул контента, который применяется. Это любые текстовые статьи, посты, пресс-релизы, презентации, отчеты, кейсы, всякие whitebook, электронные книги, в общем, все, что угодно. Все, что вы можете вообще предоставить, предоставляет, это разные новости, это обзоры, тематическая информация, безусловно, видео в любом проявлении, промо-ролики, просто видео, какие-то короткие обучающие, вебинары, все, что угодно, все изображения, инфографика, любые информационные рассылки, как именно общение со СМИ, как пиар в большей степени. Тексты для сайта всегда выносятся отдельные и публикации в соцсетях тоже выносятся отдельно, потому что у них отдельная специфика. Это не просто текстовый контент, это не просто статья, это не просто пост, это определенная работа. То есть тексты, они, как правило, оптимизированы под поисковое продвижение и они выстраиваются под конверсионные цепочки по АИДе. А в социальных сетях мы, как правило, каждым текстом закрываем отдельную задачу, решаем конкретную цель нашу, как бизнеса, через которую мы хотим достучаться до аудитории. Поэтому здесь так важны контентные планы и проработка тем и рубрик. А именно поэтому это чаще все предлагают скачать кому-то бесплатно, если вы получите ваши контактные данные, потому что именно контент в этом случае, да, продает. В соцсетях он продает, наверное, мощнее, чем где бы то ни было еще. Хотя многие думают, что это сайт, но это не совсем так. Мощнее в соцсетях, потому что в соцсетях люди проводят время регулярно и они потребляют тонны просто информации. А на сайт мы заходим, когда есть какая-то жесткая и активная потребность, либо когда привлекли все-таки внимание рекламы и окей, давайте мы посмотрим. Но не факт, что совершится покупка, скорее всего, у вас найдутся в соцсети, а если еще и там вы видели рекламу, то сначала почитают, о чем вы пишете, посмотрят, есть ли у вас отзывы, какие комментарии, что вообще люди о вас пишут, а уже потом еще, может быть, подумают и спустя время, хорошо, если примут решение. Это всегда работает так, но тем не менее. Переходим к первому разбору нашего основного инструмента применения контента в рамках работы с сайтом. Ну, здесь, в принципе, я думаю, все достаточно понятно, что, естественно, контент должен быть уникальным, интересным, содержательным, потому что интересные тексты авторские, они, естественно, легко читаются, они полезны, и мы хорошо их воспринимаем. Когда тексты у вас, опять же, продуманные и, в принципе, вообще в целом контент на сайте распределен максимально удобно для восприятия, то есть, опять же, то самое юзабилит, когда мы, как бы, да, то есть расставляем акценты и, соответственно, внимание также акцентируем, на каких-то отдельных местах, которые важны для целевой аудитории, чтобы, опять же, она легче воспринимала информацию в целом и получала ответы на свои вопросы либо решение сразу каких-то проблем либо задач. И про актуальность контента имеется в виду не только по времени актуальность, но и актуальность для аудитории, то есть, как бы, когда, знаете, бывает так, что ведут взрослую аудиторию, а товар предлагают для молодых девушек. Такое очень часто, на самом деле, бывает, как ни смешно, но тем не менее, и, ну, явно, когда это будет неактуальный контент, а взрослой аудитории сразу же, и наоборот, в том числе. И есть такая очень классная тоже вещь, да, то есть, которая в свое время разработала Эндрючак, это автор книги дизайна бедительных сайтов. Этой книги нет, не ищите ее, она, во-первых, очень старенькая, она аж в 2002 года, и она не переводилась на русский язык, переводились, отделили статьи этой книги, в том числе, вот как раз этот пример. Он провел исследование в свое время, причем такое, наверное, лет 20 исследовало, большое количество людей прошло через исследование сайтов, соответственно, и людей, которые сайты изучали. В общем, он выделил реально четыре класса посетителей в соответствии с типом мышления, то есть, мы все делимся на эти классы по типу мышления в зависимости от того, какой у нас сейчас этап готовности приобрести что-либо. То есть, на каждом этапе у нас разные критерии и разные потребности, то есть, уровень даже потребности, в рамках которого мы принимаем решение. То есть, либо мы бродяги, либо мы оценщики, либо дети, либо потребители. И вот здесь также прослеживается АИДы. Надеюсь, вы это тоже заметили. Ну, хочется в это верить во всяком случае. Ну, то есть, бродяги – это те, кто в данный момент в точности пока еще не знает, что им точно нужно кому-то, то есть, если потребность не удовлетворенная, но они, в принципе, то есть, они не входят с целью вот пойти, найти и купить. Ну, нет, они так просто осматриваются, пока еще подумывают, сравнивают, изучают, в общем, все, что угодно делают, просто пока вот потребляют тонну информации, им это комфортно. Вот на этом этапе, как правило, когда человек действительно либо ищет подарок, не знает, что он хочет, и пытается найти что-то, что его зацепит, привлечет внимание, либо когда там, не знаю, бывает так, что вроде ты думаешь, там, ну, там намечается годовщина, какого-нибудь платья. Вроде бы не очень надо, но можно было бы обновить. И вот девушка сидит там, по-моему, в сайте, может там, да, и не на одном просматривать кучу, просто тонн на платье, в группу в социальных сетях, еще где-то, и тратить кучу времени на то, чтобы, опять же, это вот свое потребность, как бы, то есть решить. Может быть, не факт, что прямо сразу сейчас, а я пока посмотрю, это тоже будет бродягово. Пока он там разберется, сравнит, посмотрит обзоры, то есть на каждом этапе у нас определенный контент срабатывает в рамках работы с сайтом. Оценщики – это те, кто уже знает о продукте и услуге в достаточной теме, чтобы как раз таки сравнивать. Они выбирают, где, собственно говоря, им купить. Они считают именно детальную информацию. Чем больше деталей конкретики, тем выше ваши шансы, что именно они у вас останутся. И деятельности, те, которые уже приняли решение о покупке, они четко ищут, что они хотят, они знают, максимально комфортные условия. И потребители, это, как правило, уже те, кто совершили покупку. И опять же, это уже четвертый уровень, вот именно буквка «С» в Аиде в большей степени, когда мы поддержим уровень удовлетворенности до следующей покупки. И, соответственно, в каждом случае, повторюсь еще раз, каждый из этих посетителей проходит все четыре стадии Аиды. То есть первые две стадии проходят, ну, внимание, интересно, быстро достаточно, но, собственно, ответ на вопрос, есть ли у вас то, что мне нужно, как правило, приходит на третьей стадии желания. Если я нахожу ответ, у меня возникает желание для того, что, о, правда, они знают мою проблему, дали мне ответ, точно, я хочу. Но без внимания, интересно, желания не возникает. Поэтому ответ на вопрос, почему я должна получить это именно от вас, уже дается на четвертой стадии действия. То есть убедите меня в том, что я смогу это сделать быстро, легко, просто. То есть когда вы мне, опять же, не мешаете, а наоборот, облегчаете этот процесс. Если не были пройдены все три предшествующие стадии, то, естественно, этот вопрос тоже не возникает и действия не происходит. То есть по-хорошему, да, то есть мы постоянно должны это помнить. Есть стандартная контентная воронка. Вот она прям так называемая воронка продаж, контент-маркетинга, действительно. Но здесь также проследуется и прям прослеживается АИДы. Она действительно идет красной нитью практически везде. Она применяется, правда, вот, ну, почти в каждом, наверное, основном инструменте и в разных вообще, наверное, проявлениях. То есть на этапе знакомства, то есть первая ступенька, когда, да, то есть мы пытаемся вызвать, ну, то есть внимание привлечь для начала. То есть наша главная цель как компания, да, то есть, как бы, именно косвенно такое некое привлечение клиентов, повышение узнаваемости, потому что мы нас вообще, в принципе, увидели, узнали, заинтересовались нами хотя бы. То есть поэтому здесь у нас в рамках контента, как правило, дается какой-то полезный контент, образовательный, тот, который очень вирусный, который хочется делиться. На этапе уже оценки, когда я, собственно говоря, как бы, да, то есть уже принимаю решение, как бы, вот я вот между желанием и действием по-хорошему нахожусь, то здесь наша главная цель все-таки его удержать, то есть привлечь именно прямо вот максимально в лоб, да, своих клиентов. И здесь мы уже, как бы, через контент доносим сразу, как мы решаем существующие проблемы нашей аудитории. На этапе уже совершения действий, когда вот именно уже конверсия, то в данном случае получается, как бы, что мы, наша главная цель, что мы все-таки купили, То есть вот это действие было совершено, и поэтому здесь нужны детали. То есть контентная воронка, она пересекается и с типом мышления. Надеюсь, вы тоже это параллельно поймали. Ну, хочется, опять же, мне в это верить, потому что прямо она очень действительно прослеживается в том числе. И уже мы не знаем какую-то уникальную, опять же, ценность нашего предложения. На этапе удержания это та самая, как раз таки, опять же, что это наши потребители, это буковка S в Аиде, наша цель повторной продажи, удержание клиентов, как бы, да, то есть это именно воспитание, наверное, наших таких самых-самых лояльных, опять же, пользователей. И как бы как некая тактика это именно поддержка и сопровождение. И для этого мы используем, естественно, конкретные инструменты в помощь с этой работой. В результате получается, что когда мы работаем с сайтом, скажем, да, то есть мы должны сообщить в рамках контента, то есть почему можно купить именно у нас. То есть тот самый вопрос, как раз таки, который находится на вот, как бы, да, то есть вот стадии между третьей и четвертой. То есть мы рассказываем про сложности, либо проблемы, которые сталкиваются в аудитории. Вот, кстати, обратите внимание, почти очень многие лендинги, особенно вот инфобизнесы, начинаются именно с заголовка, который сразу озвучивает проблему. То есть у вас вот это, вот это, вот это, либо вы хотите вот это, вот это, вот это, то есть они все вот по этой модели на самом деле, правда, строятся. Дальше, как бы, да, то есть вы показываете, как изменится жизнь, как бы, да, что там уже через три месяца, да, благодаря нашему предложению вы заработаете легко вообще там просто, там, не знаю, 300 тысяч рублей, да, вот нужно вот только внизу там записаться, либо там купить, там, не знаю, там нашу франшизу, либо еще какую-то волшебную, не знаю, палочку, которая только у нас продается. И поэтому же через месяц вы прям сразу заработаете очень большие деньги. Ну, то есть, как бы, да, вот это, правда, схема классическая на самом деле. То есть мы показываем, то есть, как бы, как будет решена проблема, за счет чего и как изменится жизнь, как бы, что они смогут, да, и там начинается, как бы, что вы сможете, не знаю, реализовать дальнюю мечту, поехать отдыхать на Мальдивы, там, я не знаю, сыграть свадьбу, купить там автомобиль, ну, все, что угодно. Потом, ну, это правда такая вот схема, которую я постоянно вижу. У меня, честно говоря, уже глаз дергается, но до сих пор работает так или иначе на определенную аудиторию, но работает. Дальше мы объясняем, как именно, да, то есть люди попали в данную ситуацию, то, что они не могли для этого решить эту проблему, то есть у них это не получалось, они пробовали, пробовали, но никак и не получилось, пока мы, опять же, не пришли, не предложили им готовое решение. И мы описываем конкретные шаги, которые у них предпринимали, для того, чтобы это решение было у них уже сразу в кармане. Все, вот прям вот раз, два, три сделали, и вот, пожалуйста, да, то есть месяц, и вы хорошо зарабатываете. А призыв к действию, и цель наша достигнута, то есть, как бы, у нас покупают. Это правда схема, которая работает годами, и она не меняется. Если мы, вот, когда работаем на, вот, первые две, наверное, стадии по АИДе, да, то, как бы, то, естественно, ключевым фактором, привлекающим внимание, да, и вызывающим интерес, который отвечает на потребности, вопрос нашей телевизионной аудитории, это, конечно, заголовок. То есть работа заголовка, именно зацепить аудиторию и, как бы, заявить о проблеме нашего пользователя, которую мы собираемся уже у себя здесь на сайте решать. Поэтому в рамках работы именно с сайтом заголовок решает, как бы, да, в основном, такие, наверное, больше вещи по SEO, наверное, опять же, но, тем не менее, каждый заголовок все равно так или иначе отвечает на какие-то потребности аудитории. То есть нужно все-таки соответствовать ожиданиям пользователя, да, что он увидел в рекламе, либо в социальной сети, какой-то был, опять же, там, публикации призыв к действиям, пришел на сайт и получает продолжение этой истории, которая, по идее, должна ему довести до покупки. То есть это, как правило, снижает отказы. Когда я перехожу, и у меня есть продолжение, это экологическое, опять же, завершение, то есть отказ – это когда человек не уходит с сайт раньше, чем 15 секунд прошло. То есть вот тогда, если дольше провел время на сайте, как будто уже в отказ не записывается. Естественно, интригующий заголовок, как раз-таки тот самый, который у нас вызывает тот самый интерес и любопытство, да, что также увеличивает время, проведенное на странице. А это основной поведенческий фактор, на базе которого вообще, в принципе, продвигается ваш сайт и ранжируется в поиске. Нужно быть максимально ясным, четким, конкретным, как бы, да, то есть что вы хотите, чтобы пользователь сделал, да, вот те самые разные три шаги, когда мы рассказываем. Ну и в целом помогать, естественно, по SEO, в том числе, когда мы ранжируем как раз-таки вот те самые значимые какие-то вещи по уровневым заголовкам, так называемые теги H1 на H6, я про них подробнее буду говорить на четвертом уроке, но именно они помогают нам разбивать как раз-таки значимость и отличие, какие-то критерии, преимущества, как бы все то, что будет не в одной куче, когда это в кашу перемешается, а когда мы ведем, то есть именно вот с учетом ответа, подсказок, помощи, готовых решений, то есть как бы мы это усиливаем и дополняем какими-то отдельными такими, да, то есть нашими преимуществами. Было проведено очень классное расследование, ой, исследование у копирайтера, то есть просили людей смотреть сайты и записывать, скажем так, то, что им там не нравилось. И вот потом при обработке данных выделили целых пять таких самых-самых часто встречающихся замечаний, ну, как будто они такие самые основные, то есть первое, на первом месте было, что нет прописанных выгод, то есть на сайте к аудитории не обращаются, это реально проблема большинства, то есть на сайте тексты пишутся для поиска, неважно, да, все почему-то уверены, что люди тексты не читают. Мы читаем эти тексты, я не понимаю, почему люди думают, что мы их не читаем. Читаем, и, да, то есть это прям был номер один, да, такой вот негатив, что вообще нет обращения, то есть выгоды моей вообще никакой нет, что я получу взамен? Я-то вам деньги свои отдаю, кроме заработанные, а взамен я что-то получаю? То есть выгоды нет, ценность не указана, не прописана, то есть весь текст о том, какая крутая компания, описание моей проблемы, как бы, да, то есть именно нету. Когда тексты обезличены, то есть нет конкретики, опять же, нет личности, а когда вот эта классическая схема подачи текста о компании, мы молодая перспективная команда, которая на рынке два года в сфере продажа туалетной бумаги, ну, как бы здорово, классно, мне с этого что? Ну, вы молодцы, продержались два года, ну, ладно, ну, может быть, даже я пользуюсь вашей бумагой, ну, моя папа счастлива, как бы дальше-то что? То есть получается, да, то есть сухо безжизненно, и опять же, как бы, да, то есть я не понимаю, зачем мне вообще этот текст читать, то есть для кого он был написан. То есть получается, что нет вот этой как раз-таки ценности, то есть вы не цените своих посетителей. Вы цените поисковики, но не посетители. А при том, что вы в поиске хотите быть для посетителей, то есть такая странная ситуация получается. Когда текст самое достаточное, то есть нет желания даже вопросов задавать, прям хорошее сравнение, как при разговоре зануды, и все рассказал, все правильно, как бы скучно, неинтересно, и я пошел, все. И правда, покидается этот очень быстро. И последнее, когда отсутствие конкретики, то есть что именно предлагает, непонятно, на каких именно условиях, почему в этом лучше, по какой цене, То есть нужно запомнить, что пользователи действительно, когда сейчас у нас очень много информации вокруг, они желают получить максимально информационный и ценностный эффект от каждой своей минуты, потраченной в интернете. То есть мы очень сильно ценим наше время сейчас, и мы уже привыкли к тому, что все должно быть максимально четко, прозрачно и ясно. Так, у меня открылся чат, наконец-то, кстати, почему-то не подгружался. Так, Никита, просто как от программиста? Много ли можно заработать, умея делать только лейдинги? По вашим словам, почти весь маркер построен на лейдингах, значит, они востребованы на рынке. Конечно, востребованы, можно заработать много, а просто цены лейдинга и вопрос конверсионности. Понимаете, здесь фишка в том, что если вы просто программист, вы бодаетесь с конструкторами типа Тильды, которые решают все вопросы программиста. Как бы, да, то есть если вы делаете просто тупую верстку, грубо говоря, не продумывая изобилийте, не продумывая контент, то есть вам по-любому понадобится маркетолог. Либо вам нужно стать маркетологом, чтобы ваши сайты продавали. Если ваши сайты не продают, вы не заработаете. Ну, то есть если качественные сайты, и они конверсионные, то есть если к вам будут приходить, вас будут рекомендовать, вас будет хороший ценник потом со временем, и можно хорошо зарабатывать. Если всего этого нет, вы никому не нужны. Ну, это понятно. Если вы накручиваете трафик, то на самом деле вы можете попасть под фильтр, под санкции, под бан, под что угодно, и любая накрутка добром не заканчивается никогда. Ни легких путей к доходам нет, легких путей к хорошим заработкам нет. Чем раньше в этой помете, тем будет лучше. А здесь в качестве примера текст. Пока я отвечал, думаю, уже прочитали, пробежали головой, головой все же, пробежали глазами по данному тексту. Здесь суть текста в чем? В том, что здесь, в принципе, предложена стандартная такая, наверное, акция, когда даются на выбор подарок при покупке, то есть окон, один из комплектов фурнитуры. Фишка в том, что... В чем хитрость была здесь? У нас было два сайта. На одном просто рассказаны акции, показаны окна, то есть без вот этой разбивки. И второй сайт, когда мы разнесли. Фишка в том, что все вот эти ленивость творки, и оконная няня, и система сезонный комфорт уже входит в пакет. Они уже входят. То есть мы немножко схитрили, реально. То есть мы не обманываем. Оно, правда, прямо как бы добавлялось дополнительно к базовым окнам. Но мы это вынесли. И сработало каким образом? То есть люди, да, то есть каждый, получается, считывал свою потребность в каждом вот этом варианте. И когда они читали, то есть когда есть альтернатива, уже возникал вопрос не о том, что нужно ли бы и нет, а что конкретно выбрать. И выбирали почти все. А нам нужно и вот это, и вот это, и вот это. А у нас кошка, а у нас двое детей, и вот как бы, да, вообще это все классно. И вот это мне все нужно. А еще там летом у нас душно, а кондиционер я не хочу. Да, там как раз таки сезонный комфорт. Ну, вообще прям классно. То есть это, знаете, это как вот климат-контроль в автомобиле, так здесь сезонный комфорт сработал в рамках окон. То есть это реально вот когда ты не пытаешься перекреативить, ты не пытаешься выдумать то, что в принципе не имеет смысла. Ты на простом языке доносишь выгоду для простых людей, которые как раз таки на эту выгоду именно среагируют, понимая, кто твоя целевая аудитория. Пример текста номер два. Здесь уже попрошу вас написать мне в чат. Вот вы сейчас прочитаете этот текст. Напишите мне, пожалуйста, в чат кому-то, да, то есть вы сразу понимаете, о чем идет речь и что предлагают здесь в этом тексте. Хороший текст, продуманный. Здесь прям вот подбирали слова, действительно, выражения, то есть прям продумывали все обороты. Вот мне просто интересно, вот кто первый поймет, о чем идет речь. Спасибо. 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 Шторы? Нет, не шторы. Не шторы. Неужели никого ничего не смущает в этом тексте? То есть все нормально, нормальный текст, все хорошо, все заходит, все понятно сразу. Отелье? Нет, не отелье. Вообще не диджитал сфера, Кирилл, вообще совсем не туда. Ну, смотрите, это классический пример текста, чтобы время сильно не терять, раз уж, как бы так. Во-первых, это речь идет о шторах, это ткани, ну, точнее, не о шторах, а о тканях. То есть здесь получается, что они в целом говорят про ткани, но непонятно, как бы, да, что это за ткани, для чего они, где они могут быть использованы для одежды, для декора, для интерьера, для, не знаю, там, обивки мебели, для чего эти ткани. То есть какую цель могут эти ткани использовать? Это, во-первых. Во-вторых, как бы, да, то есть как бы они здесь действительно, то есть не выделяют ничего конкретного, скажем, да, главный принцип нашей работы – это принцип подхода индивидуального. Каждому клиенту в чем выражается этот подход именно индивидуально, что вы туда закладываете, какие конкретно ваши действия выражаются именно в том самом подходе, в персонализации, где она, если здесь даже нет никакого личного обращения к вашей аудитории, то есть как бы персонализации уже нет, этого подхода уже здесь, на первой строчке, сразу нет. Они пытаются это пояснить, как бы, да, много слов, лишних следует уточнить, что мы строим сотрудничество заказчиком, опять же, по максимально удобному для него графику. Какому графику? О чем идет речь? Там ассортимент ткани и материала. Никита, читайте второй абзац. А дальше получается, что как бы они, опять же, как бы, да, то есть пытаются выделиться на фоне конкурентов, обозначить, что же их отличает, но не называют, что их отличает. Конкретного факта нет. Просто, что вся работа направлена, опять же, на то самое удовлетворение запросов конкурентов. Каких запросов? В чем это вот выражается, опять же, то самое удовлетворение, скажем, что вы готовы сделать? Быстро мне это доставить, привезти мне это, не знаю, на дом, я выбираю ткань, я к вам в магазин не езжу. В чем, в чем вот это мое удобство выражается? Где это в тексте? Почему я этого не могу прочитать сразу? Нет ко мне никакого обращения. То есть и пытаются дальше уже, как бы, такой подход, наряду с безупречным качеством исполнения работы, в чем, опять же, заключается, вообще непонятно, разнообразие массового цвета тканей, какого количества массового цвета, хотя бы сколько у вас там этих, не знаю, там тканей существует, какого вида эти ткани бывают, материалы, для чего, опять же, высокая квалификация, в чем она подтверждается, вот эта квалификация, да, то есть гибкость тем ценообразования, хотя бы от какой цены у вас идет, да, то есть стоимость ваших тканей, за квадратный метр или как вы это считаете? Нет ничего вообще. То есть если я попадаю на эту страницу, я для себя вообще ничего не потребляю, я вообще не понимаю, о чем идет речь и зачем мне этот текст читать. Это, на самом деле, даже для поиска плохо, хотя вот таких текстов до сих пор очень много на сайтах, очень много, потому что все уверены, что, как бы, главное написать, чтобы были ключевые запросы, а остальное сработает, не сработает. Люди читают тексты, запомните это, пожалуйста, раз и навсегда читают. В результате мы понимаем, что, как бы, в целом от контента на сайте, от правильного контента, во-первых, мы получаем сокращение цикла продажи, когда я захожу и сразу вижу ответ на свой вопрос, вот именно то, что я искал, я, наконец-таки, увидела. Я это по себе очень много раз ловлю. Когда вот что-то ищешь такое, вот, скажем так, даже ходовое, там, вот я помню, искала маме холодильник, вы не поверите, обычный холодильник, я замучилась его искать. То есть все крупные магазины, в том числе Эльдорадо, МВидео, и многие такие, как бы, да, там всякие 003, там Технопарк, я не знаю, какие-то многие-многие такие все вот эти вот там магазины, то есть у них не было, да, то есть на главной странице, либо даже на странице товара, нужно мне, опять же, описание и информация о доставке, о сроках, о, там, не знаю, комплектации, то есть как бы о скидках. Ну, то есть вот везде она была по-разному. И когда я зашла на сайт и увидела прям сразу на странице вот такой холодильник, вот такая-то скидка, тут покупаешь вот это, получаешь, доставка реально один день, сегодня вы заказываете до такого-то времени, завтра вам привезем до такого-то времени. Если сегодня до этого времени, привезем сегодня. Или там, допустим, вообще возим круглосуточно. Я понимаю, во, а нам прям надо, у меня там уже мамы грибы растаяли, понимаете, там все потекло уже, там уже надо прям в сроке сейчас. А все там, ну, через 2-3 дня, ну, пока на склад, пока туда погашутся. То есть они реально не заморачиваются. Вообще вот этой персонализации почти ни у кого нет, она отсутствует, хотя очень, на самом деле, это странно. Тем не менее, поэтому если как бы я сразу получаю ответы, я сразу перехожу к продаже. Даже если цена будет дороже холодильника, я его куплю, потому что я выделила все остальное, что мне нужно. И, естественно, хорошие, отличные рекомендации вас, как сайты, как сервиса, как качество товаров и обслуживания. А это репутация, это лояльность, это имидж, это доверие к вам. Это продажа всегда. Поэтому такие простые, казалось бы, вещи, которые, ой, ладно, все понятно, как бы, да, то есть тоже на самом деле не учитываются. Или вот, допустим, пример тоже вот из техники, когда есть характеристика, например, товара. Там утюг, да, там с мощностью пара такой-то. Вот мне это ни о чем не говорит. Что я могу сделать с этой мощностью пара? Чтобы что, там в 3 секунды разгладить джинсы? Не знаю, там в 3 секунды разгладить тяжелую, там, не знаю, створчатую юбку из хлопка, которая вообще ничем не разглаживается, только от паривателей профессионального, я имею в виду там, опять же, в химчистке, к примеру. Зачем? И вот эта мощность у этого утюга, чтобы что? Я как хозяйка должна понимать, как бы, что я экономлю время, как бы, да, либо еще что-то. То есть вот об этом, кстати, многие тоже не задумываются. Просто перечислили характеристики и все. Вот в этом плане я всегда рекомендую читать официальный сайт Apple. Вот они характеристики очень четко, правильно показывают. Вот у них идеальный маркетинг. Они реально цепляют за все. Вот я прямо всем рекомендую вот на их основе даже продавать утюги. Вот это будет очень круто. Следующие как раз-таки успеем немножко до перерыва разобрать, начнем, по крайней мере, разбирать социальные сети и применение контента в рамках социальными сетями. Здесь это, безусловно, основной двигатель продаж, как я уже сказала ранее. То есть есть некоторые такие особенности, что позиционирование в социальной сети – это не то же самое, что вот именно ваше позиционирование на рынке, потому что на рынке – это один формат. А здесь вы работаете с аудиторией в рамках социальной сети, с тем, как она привыкла получать здесь информацию, с тем, что она ожидает от вас, и как она привыкла эту информацию здесь, в соцсети, потреблять. А мы там общаемся неформально. Это принципиальное отличие. И, естественно, каждый ваш подписчик – это еще не ваш клиент. Далеко не так. Есть много случаев, когда подписчики, всю жизнь подписчики, они очень активны, они комментируют, они лайкуют, но никогда не покупают. Ну вот не покупают они у вас вообще. Вот им просто вы нравитесь. Не знаю чем, но вот нравитесь, но не покупают. Это реально постоянно такая ситуация. Есть некий процент таких подписчиков, которые никогда ничего не покупают, но годами с вами сидят. И очень активны. То есть суть в чем, да, то есть в том, что как бы наша задача через контент сводить до продажи. Но соцсети – это косвенная продажа. Запомните это, пожалуйста. Если мы вдруг рекламой попадаем в потребность какое-либо количество людей, это круто, конечно, да, мы получаем быстрые продажи. Но как часто мы можем это делать? И как быстро мы можем, да, вот, и на регулярной основе, даже не быстро, а как долго на регулярной основе мы можем таких людей находить? Вот это сложнее, потому что аудитория в соцсети ограничена. Она там не бесконечна. Она ограничивается возрастом, нашими отдельными критериями, которые мы выбираем по рекламе, и она заканчивается. И заканчивается гораздо быстрее, чем мы, да, рассчитываем. И пополняется медленнее, чем, опять же, мы рассчитываем. Поэтому тоже нужно помнить. И перед началом работы с старыми сетями, я еще раз об этом проговорю, хотя я говорила это на первом уроке, что важно понимать, зачем вы туда идете, с какой целью. Мне всегда говорят, мы хотим продавать. Хорошо, как именно будете продавать? Что будете использовать в рамках работы с старыми сетями? Какие именно инструменты? Это будет таргетированная реклама, это будет контент. Вот именно контент. Вы будете вести людей на сайт, будете вести людей на лейтинг, будете вести людей в сообщество, будете вести людей в приложения, будете вести их в мессенджер. Куда будете их вести? Что будете с ними делать? Вы будете поднимать публикации, да, то есть и продвигать их тоже на отдельную аудиторию. То есть как бы вы будете, как бы, да, то есть использовать лидеров мнения. То есть вы будете устраивать механики, марафоны, флешмобы и прочее. Что вы будете использовать для того, чтобы продавать? Вот это в чем, на самом деле, это те самые как раз-таки ваши цели и задачи, которые вы прописываете на этапе выхода работы в соцсети. Сначала задачи, с целями, а потом уже мы туда идем, а не наоборот. Сначала пришли, потом думали, а что теперь с этим совсем делать? То есть вот такого быть точно не должно. И, да, то есть нужно понимать преимущество каждой социальной сети с учетом особенностей аудитории, насколько это вам подойдет. Вот, например, даже вот сегодня у меня была встреча, там один сайт, который продает как бы косметику по уходам и фарма, то там бады и там такая вот вещь там типа вот всякие травки, корешки и прочее. Так вот, у них идеальная аудитория, это одноклассники. Ну, реально идеальная. То есть и там это прекрасно работает. Тут правда прекрасно работает. И мы вот когда сегодня прям подбивали статистику, это прям очень хорошо было видно. Хотя они изначально были уверены, что это вообще не туда, это ВКонтакте, а как раз наоборот. То есть, да, и опять же, они не были уверены, что Facebook сработает, потому что там типа весь бизнес-бизнес на самом деле прекрасно сработало, потому что нехорошие товары по уходу за собой, по красоте, и которые доступны. И это очень прекрасно воспринимается аудитория. То есть мы можем предполагать много, но пока мы не придем и не протестируем и не поймем, как общаться с аудиторией в социальной сети, каким посылом к ней общаться. Если в Facebook это более бизнес, то и разговор там должен быть не то, что ой, девочки, там такие классные штучки продаются, да, это там не зайдет. А мы даем четкую конкретную выгоду. Если это ВКонтакте, там чем дешевле, тем лучше. Если это Instagram, мы там берем на эмоции. То есть это немножко разный подход к работе каждой социальной сети. Это нужно помнить. Здесь пример, то самое, наверное, воронки так называемой медиа-стратегии, как бы, да, то есть что мы начинаем не с тактики, как бы, да, когда мы уже пришли, начинаем что-то писать, да, чтобы был контент, неважно что, а когда мы продумываем, как конкретно какой контент, какая публикация закрывает конкретно нашу цель. И какие у нас цели, да, если повышение прибыли, то на сколько? И, опять же, как часто. То есть в результате я хочу прийти к тому, чтобы у меня, так сказать, ежемесячно из социальной сети, там, в Facebook приходило сайт 200 посетителей, к примеру. Или хочу получать 20 продаж, как бы, да, то есть со всех соцсетей в месяц минимум, да, то есть там первый месяц, потом повышать, повышать и повышать. То есть что конкретно вы собираетесь сделать и как будете именно этого добиваться, то есть четкой стратегии с пониманием бюджетов, инструментов, раскладов и посылов по целевой аудитории, по сегментам, куда, в какую социальную сеть вы идете, с каким объемом вы будете работать. И какие именно каналы коммуникации необходимо использовать в каждой социальной сети в рамках вашей контентной стратегии. То есть это, правда, очень важно. Здесь же мы, естественно, анализируем конкурентов именно социальной сети, не вообще ваших конкурентов, а те, которые в соцсети есть. И частенько они расходятся с вашими общими конкурентами вообще по отрасли, по рынку. И часто бывает так, что ваши сильные, ну, скажем так, ближайшие конкуренты, которые сильные игроки по рынку, не всегда представлены в соцсети, либо представлены очень плохо для игроки. Это ваша ниша зарабатывать здесь деньги. То есть это ваша арена, где вы можете к себе, к этому, переманить. И неважно, какие там бюджеты, крупный игрок или некрупный. Вы можете сыграть на персонализации той самой, которой у него, например, нет. Вот для того нужен этот анализ, чтобы понять, чем можно выделиться. Здесь я прямо тоже люблю пример переводить, когда многие думают, что сложно выделиться и вообще как это сделать. Ну, вот у нас, например, есть Тире-2, появившийся буквально пару лет назад всего лишь. А Мегафон была на МТС. Пока не было Тире-2, у нас, в принципе, все Тире-операторы были примерно в одной линейке. Они примерно одинаково поднимали стоимость на тарифы, примерно в одном диапазоне, вообще, наверное, с такими одинаковыми услугами. У нас почти не было выбора. Ну, такие монополисты по-хорошему рынка. Пошли Тире-2, они пошли подготовленными. Реально они промониторили очень большое количество форумов, устали сетей, всяких там каких-то площадок информационных, почитали отзывы, почитали мнения, почитали залы, вопросы. Все это проанализировали и сформировали свое предложение, свое позиционирование. И пришли на рынок, у нас другие правила. Все, у нас все по-честному. И вынесли весь негатив в открытые рекламные предложения. Что произошло? Правильно, громадный отток абонентов от всех наших игроков рынка. Просто громаднейший. И буквально за два года Тире-2 просто гигант рынка. Хотя не пришли к монополистам, к сильным монополистам, которые там сидели не один год. Компания маленькая, шведская, Тире-2 вообще, они начинали там. То есть это тоже хороший пример того, что это не то, чего нужно бояться, а наоборот. То есть это хороший пример того, как правильно себя вести. Поэтому мы собираем у наших конкурентов максимальную информацию про источники трафика, каким образом они его получают и откуда, какие социальные сети, собственно, дают им больше всего этого трафика, то есть какие-то упоминания, какие социальные сети вообще они используют, где они присутствуют и есть ли они там, какой контент они там, опять же, используют, и сильные и слабые стороны выделяем на базе полученной информации. Есть на этапе работы с аудиторией классная штука на самом деле. То есть она прям очень хорошо помогает нам проработать те самые боли, кстати, аудиторию, когда мы прям в центр ставим аудиторию и делим ее на вижу, слышу, думаю и говорю. То есть это так называемое, еще это называют, кстати, эмпатическим портретом, типа эмпатия. Путь эмпатии, когда ты ставишь себя на место клиента, своей целью аудитории, пытаешься понять, как бы, да, то есть о чем он думает, что он видит, когда он, как бы, да, то есть встречается с твоим товаром, что он слышит и что он говорит, как принимает решения. То есть мы отрабатываем именно болевые точки надежды, ожиданий и страхи. То есть мы должны понять, почему, собственно говоря, пользователь делает свой выбор и чего он боится на этапе этого выбора, то есть почему он его так и не совершает. Очень часто бывает так, что, как бы, контент хороший, тексты продуманные, визуализация, чаще всего это в инстаграме происходит, вроде бы все есть, но нет продаж и все, не покупают, как бы, да, то есть и, как правило, когда читаешь контент, он такой весь позитивный, весь такой прям мы хорошие, мы хорошие, мы классные, мы помогаем, мы хорошие. То есть нет как раз-таки того, да, то есть что мешает аудитории совершить действие, как бы, то, что вы хорош, опять же, мне кажется, это очень приятно, но вы вот мои струны тонкие, души никаким образом не затрагиваете, поэтому важно проработать, то есть чего она боится, аудитория на предпути принятия решения. То есть контент должен убирать вот те самые преграды как раз-таки перед выбором, направляя на тот самый хороший путь ожидания к реализации. Ну, там, допустим, да, вот хочу я пойти, не знаю, там, в салон красоты и себе ресницы нарастить, да, то есть, как бы, я об этом думаю, что, как бы, я бы хотела, а теперь начинаем это раскладывать, как бы, какие у меня возникают здесь страхи и боли, мои болевые точки, на которые можно надавить, как бы, да, то есть сокращение, естественно, времени на сбор, экономия денег на туши, на косметики, как бы, да, то, что на самом деле, наоборот, ресницы у тебя не выпадают, а наоборот, воздоравливаются и лучше растут свои, потому что нет никакой химии в виде туши. В общем, как бы, да, такие моменты. Потом начинается рассказ, из-за того, что, как бы, я уже как аудитория, что я именно думаю, да, то, что, наоборот, у меня страхи получаются, что я, наоборот, могу потерять свои родные ресницы, что это только, наоборот, навредит. Я вижу, что это хорошо смотрится, как бы, я вижу отзывы, я слышу, что люди говорят об этом, допустим, об этой услуге, и я принимаю какое-либо решение, то есть либо да, либо нет. На каждом этапе прорабатывается большущее количество болевых точек. Если этого не сделать, то ваш контент будет бить всегда мимо. И каждый раз, вот каждый раз, когда рассказываешь о контенте, когда говоришь такие вещи, каждый раз сталкиваешься со стеной, что люди говорят, ну, мы это знаем, это все мы уже там проходили, это уже там много раз нам об этом все уже говорили, все об этом уже пишут. Но как продавать-то? Как продавать? Вы сядьте, напишите сначала вот это вот все, и вы увидите, как продавать. А многие, типа, не хотят. Мы это все уже знаем, мы это все уже делали. Я говорю, покажите где. Читаю контент, нет ни в одном посте ни одной проблемы, ни одного закрытия, ни одного решения. Нет, оно отсутствует. Вы просто себя хвалите. Вот еще раз, процессом управляете не вы, а ваша аудитория. Она хочет увидеть ответы на свои вопросы. Она хочет услышать то, что ей нужно, а не вам. И вот тогда она купит, вот тогда вы продадите. То есть мы идем от обратного. В рамках вида контента, как вы основные в соцсетях, у нас обучающие, продающие, коммуникативные, новостной, репутационные, экспертные сюда же, развлекательные, и разные конкурсы и всякие эти механики. Они всегда делятся действительно на разные процентные составляющие, чтобы у вас контент был разнообразный. Потому что каждый данный контент, он по-хорошему, кстати, каждый из этих контентов, он продает, кстати. Это не только продающий напрямую в лоб, это товар, цена, да, там, приходи, купи, там, обращайся в личку, в директор, не знаю, пиши, куда угодно. А даже когда мы обучающий контент рассказываем, то есть мы уже о себе, опять же, заявляем как об эксперте, вызывает доверие, доверие, что продажа. То же самое коммуникативный контент, да, когда это, опять же, ответы на вопросы, это общение, консультации, видеотрансляции. То есть вы со мной коммуницируете. Я получаю ответы на свои проблемы, на свои вопросы, решаю проблемы, я что делаю? Я покупаю. То есть по-хорошему, действительно, многие, опять же, не задумываются про контент-планы, не планируют, опять же, чистоту и регулярность. Сам эффект, который получаем мы положительно в соцсетях, зависит именно от регулярности контента. Не от чистоты, не от количества публикаций, регулярность контента. То есть конкретно обязательный объем в конкретное обязательное время. Вот тогда алгоритмы соцсети вас постоянно одинаково хорошо показывают. Это прекрасно работает на охват и на вовлеченность и на остальные именно показатели активности уже ваших подписчиков. Это вот такая железобетонная, как бы, вот именно логика алгоритмов, под которую нужно подстраиваться. Если вы это не делаете, вы пускаете, но, к сожалению, вы, опять же, пускаете возможность сработать, ну, так или иначе. Есть пять ошибок основные, которые до сих пор почему-то встречаются в рамках работы социальными сетями. Вот так раз-таки писать как можно больше постов. Чем больше, тем лучше. Как бы, если не о чем писать, лучше не писать, правда. Потому что, ну, много и так очень разной информации вокруг, правда, люди уже устали. И мы не замечаем вот этой вот попытки коммуникации, мы хотим именно пользы. То есть этого, правда, сейчас не хватает. Поэтому все уходит в персонализацию. Поэтому сейчас все уходит именно в такая сфера маркетинга, да, который именно персонализирует потребность каждого конкретного человека, с которым мы каждого отдельно можем коммуницировать. А когда вот делают описание, например, для сайта, ну, это, начни, для группы, либо краткое описание, особенно во ВКонтакте, вот как на сайте, такой канцеляриции, вот так серьезно, профессиональный у нас статус, забывая о том, что это соцсети, где люди общаются неформально. Поэтому чем проще, тем лучше. Когда главная цель увеличения продаж, когда вот реально постоянно скидки, акции, скидки, акции, купи, 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 товар, цена, товар, цена, даже если у вас интернет-магазин, у вас куча смежных тем, которые можно использовать, это куча образовательного контента, которой можно делиться, развлекательного, советы, ответы, вопросы. Вы должны стать лучшим другом для вашей аудитории. Просто вот незаменимым практически, наверное, членом почти семьи, скажем так, с которой можно будет очень приятно повзаимодействовать. То есть в этом вся сила социальных сетей. Мы социум, мы общаемся, мы дружим, мы взаимодействуем. Если этого нет с брендом, то, как бы, да, то есть, естественно, получается, что продажи тоже уходят. И многие крупные бренды об этом уже, кстати, сейчас на всех американских конференциях говорят о том, что нужно дружить с своими подписчиками, именно дружить. То есть это вот основная сила продаж сейчас. И это правда так. Когда слишком длинные публикации, но, имейте в виду, не длинные, а в плане там лонгриды и стори-теллинга, потому что они очень интересны. И когда вот даже лонгрид, он полезный, ценный, и там прям каждое предложение, оно действительно максимально получается очень для меня, как для вашей аудитории, ценным, опять же, то тогда, естественно, я даже этого объема не замечаю. Речь идет именно о тех длинных текстах, которые абсолютно, знаете, как пресс-релиз, сухое, безжизненное, без обращения, просто взяли и все вывалили. Зачем, кому, с какой целью, непонятно, без завершения. Вот такие тексты, да, они не нужны, а когда это все-таки вот с каким-то хорошим посылом, либо историей, мы не видим объема, правда, мы его даже не замечаем. И мучиливый репост, это такая больная тема, когда почему-то делают мучиливый репост, то есть там, не знаю, по любой договоренности вы не пишете вводное слово, почему вы этим поделились. То есть получается, что аудитория по-хорошему, она с вами как бы не взвод действует напрямую, то есть вы поделились, а почему. И вы, получается, рекламируете своих конкурентов. И чаще всего бывает так, мы отслеживали, когда вот такие мучиливые репосты, они уходят конкурентам, правда, они от вас отписываются, а оттуда подписываются, потому что там оказалось интереснее. Если вы сами эту тему не раскрыли, вы ею поделились, поясняйте, почему, с какой целью вы это сделали, почему вы это сделали, почему именно в этот момент. Поэтому сейчас, естественно, это очень важно. Здесь вот прям буквально пару примеров публикации. Потом прочитаете, я думаю, дома, когда презентацию скачаете. То есть это формат кейплеера British American Tobacco. Мы продвигали сигареты Kent. В общем, здесь формат был такой, что мы работали как бы с прогрессивной молодежью, которая интересуется гаджетами, новинками будущего, технологиями будущего, искусство, всякие путешествия, тусовки, вечеринки, клубы. В общем, был определенный стиль общения по текстам, соответственно, и такой же стиль общения мы применили, кстати, вот в продукции. Светящиеся часы такие простые были. И именно такой стиль общения для определенной категории, здесь тоже, когда мы ориентируем, больше на именно молодежь, на студентов, всегда работать на продажу. У нас после вот этой публикации в группе Luma, то есть мы продали сразу 10 часов по цене 6 тысяч рублей во Вконтакте. И это такая не низкая цена на самом деле. Прямо моментально сработало. Два примера, когда мы работали с модульбанком. В левой части это банк для предпринимателей, многие его знают. Здесь суть в чем? Во-первых, в рамках визуализации у нас мужчина возраста предпринимателя, чаще всего. Классика – это такое развлечение, забавное зерой, которое шепчет ему в ухо, там типа спарринг ПСН надо, ПСН – это пакетная система налогообложений для правил, как правило, ИП. В чем сила? В том, что мы никогда не писали сухие тексты, а на сложные темы о налогах и прочем очень много, на самом деле, там всяких таких проблем. Так, отвисла. Ну, у меня вообще проблем нет, кстати, ни со звуком, ни с трансляцией. Скорость интернета у меня прям вообще очень, скажем так, отлично все прям на соточку, в плане 100% показывает. Поэтому даже не знаю, может, проблема на стороне Ютьюба, кстати, вполне может быть. У него чтенька, к сожалению, такое бывает. Ну, вот, увы и ах, но это реально так. Может быть, имеет смысл обновить страницу браузера у себя непосредственно? Кирилл, могу ли я дать рекомендации, подчислить и тему публикации? Нормально вот так по темам, по окнам. Всяк так сходу темы не придумываются, они придумываются только после анализа. Нужно понимать, что у вас там за окна, кто у вас за аудитория, кто у вас конкурент, о чем они пишут, и что готовы писать вы. А потом уже прорабатываются темы. Они не берутся так с кондачка на самом деле. Банальная какую-то вещь, конечно, да. Так, чтобы она продавала, это вряд ли. Касательно частоте публикации, смотря, опять же, в какой социальной сети. Но вообще, в принципе, в вашем случае я бы не рекомендовала делать даже ежедневные публикации. Вам 3-4, максимум 5 раз в неделю более чем достаточно. Вот реально, чаще не надо. Потому что так много генерировать максимально ценного полезного контента в вашем сегменте будет не так просто. Вываливать лишь бы что, как бы, да, то есть тоже вообще не вариант. В принципе, вам Кирилл уже ответил. А даже с вектором здесь сложно понять, потому что не знаю я ничего о вашем продукте. Вообще. Совсем. Евгения, попробуйте, может быть, еще раз обновить, потому что вроде бы у всех, ну, по крайней мере, опять же, у меня по трансляции здесь все хорошо, по показателям, по звуку, по интернету, по скорости отдачи. У меня вроде бы прям все хорошо. Как я, понимаете, вот мне больше всего, Кирилл, вот знаете, что нравится, скажем так, когда приходят и говорят, ну вот у нас там вот это вот, вы же опытные, вы же в тематике уже в это работали, что здесь лучше всего работает? У меня был эксперимент, на самом деле, очень классная эта тема. Это тоже очень-очень прям меня убеждали в том, что на самом деле, вот вы скажите, мы это сделаем, по-любому сработает. Ну, типа, сами мы не можем. Ну, в итоге я прям дала конкретную схему, говорю, ну, пожалуйста, вот на, вот прям вот так настраивай, вот так вот пиши. А тот же был, ну, как бы продукт тот же самый, там женские сумки были. Так вот это ни у кого не зашло. Реально ни у кого не зашло. Потому что все индивидуально. Я же тоже приводила же пример уже на тему того, что вот приходят три студентки в торговый центр. У них одинаковый интерес, одинаковый возраст, они учатся там в одном институте, там у них общие друзья, компания, тусовки, приоритеты, там всякие, не знаю, там пристрастия в еде, в ресторанах, в музыке и прочее. И, соответственно, они видят сумочку. Одна говорит, вау, сумочка моей мечты, другая говорит, то, что, ну, как бы так, там у меня там платьица есть, я бы ее, наверное, все-таки взяла бы там вот, вот под это платье прям подойдет. А третья говорит, да вы что, девочки, с ними даже стыдно из дома вообще выйти, в жизни бы не купила. А они одинакового возраста, у них все схоже. Это, казалось бы, ваша целевая аудитория. Но восприятие продукта отличается. Потому что у каждой свое воспитание, своя среда обитания, свой, опять же, все равно как бы, да, то есть какие-то там культурные ценности, свой стиль и прочее. И вот этих вот нюансов дофига. И при этом каждый из них еще подумал, а зачем мне эта сумочка, вот ее размер, а что туда влезет, а куда могу ее с собой взять, а что туда можно поместить. То есть, понимаете, у нас вот начинается целая цепочка просто таких вот связей, коммуникаций. Зачем мне этот продукт? Вот у вас то же самое. Зачем вашей аудитории нужны ваши окна? И что ей нужно узнать о ваших окнах, чтобы, соответственно, в первом случае купить, во втором случае, когда они уже купили, как получается с этими окнами дальше жить? Любая другая полезная информация. У вас смежных тем достаточно для того, чтобы людей поддерживать. Не нужно думать только о продажах. Вот вам прекрасный ветер и хороший пример, как говорится. Развлекайтесь дальше, уже пытайтесь креативить. Все, идем отдыхать. Задержался у нас на целых 3 минуты. Хотела вас в 15 отпустить, когда мы начали после разбора ДЗ. По стандарту отдыхаем 5 минут. Время 9.18. Значит, мы отдыхаем до 9.23. Потом возвращаемся. Пока перерыв. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова 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 данная сосна ну просто как бы да я принес время много читала поэтому мне сейчас может проще в этом плане но тем не менее а когда мы уже тем более если вы разбираетесь своем продукте вы это уже знаете по умолчанию то есть такая сосна отличается тем что она не дает усадки у нас какая проблема при строительстве дома что долгое время потом еще дом как бы да то есть оседает ему требуется время на усадку поэтому там гуляющий такой дом там первые полгода год наверное а здесь получается что как будто поставил вот эти вот гробну все то есть как бы не требует усадки то есть это экономит чего в первую часть время строительства да то есть как бы там и не нужно это полтора два года буквально то есть там въехать сразу после строительства там не знаю полгода или там три месяца строится дом отлично там требуют либо три месяца мы въехали что еще до отличает это очень прочный реально деле потому что такие сосны растут годами столетиями к чему это приводит когда сосна да то есть она 150 200 лет тому что она внутри как камень становится она очень твердая она очень прочная соответственно как бы да то есть из-за этого как бы да вот вот именно этому дереву это сосне а никакие на всякие термиты жучки и прочая вот эта жилость она вообще не страшна то есть никакие микроорганизмы там даже не заводится а это что хорошо безусловно для родителей для мамочек которые заботятся оздоровить своих детей то что если дети там дети аллергики осматики то это вообще идеально на самом деле форматов другие деревья могут вызвать аллергию та же там и березы липы и прочее да то что это к чему это ведет сразу как что-то экологичный материал то есть ее не нужно получается красить ничем обрабатывать никаким антисептиками химикатами на которые также как бы да сможет быть аллергия то что мы нам не страшны вот эти все как бы жучки поэтому ничем не обрабатываем это опять же экономит деньги экономит время это безопасность для здоровья ключевое слово безопасность для здоровья на этом примере понятно давайте вот так будем потому что я правда уже устала честно я скоро мне кажется перестану преподавать потому что я уже вот в этом моменте не выдерживаю мне кажется настолько подробно все объясняю а вот не получается видимо не знаю наверно не умею все таки потому что но нельзя абсолютно никаким образом взять что-то одно без анализа без изучения продукты изучение аудитории без изучения того что делают конкуренты мы не можем это придумать из пальца понимаете не можем только на базе понимания да то есть выгоды своего продукта у вас есть характеристика описание какой-то вашего продукции любая характеристика не знаю там это определенная черта продукта это размер цвет веса там функциональные какие-то возможности форма вид все что угодно а выгода да это конкретная польза для вашего клиента который достигается с помощью этой характеристики товара то есть как это цвет либо это форма не знаю там ваших окон мне поможет в быту в конце концов что мне это даст образно команда то есть что я получаю в результате вот так это должно постараться никак по-другому вы это не сделаете никакие готовы вам шаблоны не помогут правда ребят не помогут только вот опыт и труд как говорится который все перетрут со временем ладно идем дальше надеюсь понятно хотя не знаю уже честно правда скоро мне кажется уйду я с преподавания скажем все не умею я и так по поводу имейла что здесь важно как я уже говорил о первом уроке это один из самых на самом деле крутых инструментов особенно касательно когда мы работаем долгосрочной перспективе когда мы работаем с пожизненной ценностью клиента с ltv когда мы работаем с повторными продажами то есть сам по себе да мы работаем с рассылкой вообще смейл у нас укрепляется естественно отношение с аудиторией увеличится показатель или повторных покупок безусловно да то есть как бы мы можем собирать хорошо мнение давайте лучше всего опросы работают кстати здесь даже круче чем в соцсетях работает естественно работает, мы работаем на повышение узнаваемости бренда, да, то есть, как бы, на увеличение чисто именно лидов, которые мы получаем, контакт, эмоциональная целевая аудитория. Естественно, реальные сделки, собственно, да, то есть, мы увеличим число посетителей. Но самая главная фишка в том, что по сравнению с другими каналами, email считается одним из самых недорогих способов. Это реально так. Один из самых недорогих, ну, прям даже таких дешевых, наверное, способов увеличения именно повторных продаж и допродаж, что очень важно. Еще раз говорю, это самая золотая удовольствия, самая недорогая, она уже готова. То есть, проще продавать товар и услугу тем клиентам, которые уже знают вас, которым вы уже нравитесь, которые уже вам доверяют, и тогда чем искать новых. Поэтому, как бы, да, то есть, естественно, email в этом плане очень хорошо работает. И он считается, что не единственным максимально эффективным, опять же, каналом, который помогает вернуть потенциальных покупателей, именно вернуть, замотивировать их, которые бросили оформление товара. По открываемости, такая хорошая, на самом деле, статистика, да, то есть, как бы, по открываемости письма и переходам на сайт для разных таких тематик, самых, наверное, основных в большей степени. Вот у нас есть, как бы, синенькое, это именно открываемость письм, как бы, OpenRate. И зелененький цвет – это переходы на сайт, как бы, из письма, соответственно. Вот получается, что у нас самые высокие, скажем так, показатели перехода – это, естественно, интернет-магазины, интернет-коммерция, это разные, как бы, да, то есть, такие тематические сайты, порталы, как бы, да, то есть, которые в интернете разные. Это, может быть, и там, VVillage, и Афиша, там, не знаю, секрет фирмы, ну, все, что угодно такое большое, глобальное получается. Потом чуть меньше у нас, кстати, у образования, но тоже такая тема очень интересная. Организация, кстати, мероприятий, выставок, что удивительно, хорошо открывается. Банковские услуги и, хуже всего, это консалтинг и туризм, как бы, да, то есть, кстати, у маркетинга тоже такие средние показатели, потому что, как бы, да, это такая специфичная аудитория, которая либо этим реально интересуется, и если контент ценный, она, как бы, да, открывает, переходит, читает, какие-то там, да, даже совершает целевые действия. Если нет, то, как бы, нет. Но это хороший ориентир, правда, по таким основным тематикам можно сюда посмотреть. Если, наверное, простые ключевые моменты работы с ML, так как все-таки действительно почти все маркетологи единогласно говорят, что это эффективнее, чем многие вообще инструменты остальные, то вот контент, который мы там публикуем, он очень зависит от именно впечатления и зависит от типа бизнеса, которым мы работаем, то есть B2C и B2B. Для B2C реально важен цвет и оформление как для простых, конечно, потребителей. А для B2B, наоборот, уже деловой стиль, престижность, статус. Это уже именно визуализация, адаптация и эштемельберска. Читатели, как правило, ну, в принципе, мы все, мы начинаем формировать свое мнение, спорить темы письма и выстраивать такая некая цепочка. То есть тема письма, от кого тема письма, дальше идет заголовок и основное содержание. То есть такой вот путь, в который, да, то есть, как бы, выстраивает некую конверсионную цепочку. Та же самая, кстати, Аида, которая очень хорошо в этом плане работает. И, как бы, скажет вот следующий ваш шаг действия, там, заголовок, либо содержание, да, либо помогает, либо, наоборот, разочаровывает ваших подписчиков, скажем так. И здесь, так же, как и в соцсетях, мы, собственно говоря, пишем максимально простым разговорным языком, чтобы было проще и легче. Есть стандартные семь, наверное, таких общих видов имейла. Самый популярный – это welcome email, самый крутой, кстати, лучше всего работает, самый конверсионный. Это не подтверждение подписки, а это первое письмо уже после, как некая благодарность за то, что подписались. Как правило, в этом письме рекомендуется предложить какой-то сразу бонус, какую-то хорошую выгоду, подарок. Ну, что такое максимальное персональное, опять же, обращение, как именно благодарность за подписку. А вот это всем новым подписчикам по-хорошему получается так. А так как мы еще не получали от вас ни одного письма, это первое письмо, самая лояльная аудитория. То есть мы еще не знаем, вы нам нравитесь, либо нет. Но мы пока уже доверяем. Когда это еще начинается разговор с подарком, с каким-то таким хорошим, приятным бонусом, то вообще очень круто на самом деле. И, естественно, такие письма не открываются и чаще, и наиболее конверсионно. Это вполне логично. Информационное послание – это стандартная, наверное, рассылка, как называется в обиходе, именно рассылка. Хотя сама по себе рассылка, какие-то контенты в e-mail подразумевает собой цепочку писем взаимосвязанную. А информационное послание – это именно любая информация. Все, что угодно, все, что вы захотите написать, это любая информация, которую вы отправляете. Дайджест – популярный формат для сферы инфобизнеса и образовательные какие-то услуги, юридические, кстати, в том числе какая-то сводка, обзоры какой-то там, да, то есть какой-то информации, какая-то вот именно там, не знаю, там подбор, там анализ, исследование, все что угодно. Коммерческое письмо – это классическое письмо из сферы ритейла, это стандартная как бы, да, то есть не какие-то B2B – это бизнес для бизнеса, B2C – это бизнес для клиента. Соответственно, вроде мы об этом уже говорили, кстати, и на первом уроке я это поясняла, поэтому, ну, возможно, вы просто либо не были на первом уроке, либо пока это, ну, не запомнили, возможно, либо не услышали. Я, в принципе, это предполагаю, учитывая, что говорю я быстро, это нормально. Поэтому, да, тут классическое письмо коммерческое, здесь прямо ничего такого сложного. А вот та самая рассылка, очень крутой формат, который можно по-разному применять и использовать. Мы его использовали как квест. Очень круто сработало в рамках одного вот этого магазина. То есть сама по себе вот именно вид как контента рассылок – это серия писем, которые постепенно увеличивают интерес к вам, да, в вашем конечном предложении. То есть здесь главная суть в том, чтобы создать вот именно вовлекающую цепочку писем, каждая из которых будет полезным, интересно вызывать интерес к следующему. И это часто применяется, кстати, в формате выставок, конференций, каких-то мероприятий. Это регулярно применяется. Синергия, бизнес-молодость, бизнес-атланты с своими форумами. То есть они прямо по этой схеме живут вообще, да, там акселератор, который нам всем предлагает онлайн-школу пооткрывать. В общем, вот эти все форматы, они используются нерегулярно, а с тем, что они хорошо, на самом деле, работают. И это как часть воронки продаж, о которой так много тоже говорят, но, да, то есть там как раз-таки этот принцип и заложен. Повторюсь, мы это делали в формате квеста, когда у нас, то есть каждое письмо, у нас была задача, которую нужно было разгадать. Если не разгадать, а как бы здесь, то есть не сможешь потом в дальнейшем ничего сделать в следующем письме и не получишь в итоге, как бы, да, то есть бонус. А у нас был очень хороший, на самом деле, подарок. То есть мы разыгрывали iPhone, тогда это была семерка, новый. Вроде такая вещь банальная, все iPhone продают и разыгрывают, но тем не менее, то есть в рамках email такого редко когда устраивалось, и мы-то круто, на самом деле, сделали. А еще у меня был курс, который тоже был через email. То есть люди получали материалы на почту. То есть регулярно, два раза в неделю, приходили как вот уроки, да, то есть приходил определенный, как бы, да, то есть материал и ссылка на сайте, можно было дальше ознакомиться по виде презентации, изучить материал самостоятельно. То есть поймите, что можно использовать любой канал и инструмент на ваше усмотрение. Вот как вам это кажется, да, более интересно. То есть не только, опять же, в прямом значении. Классические триггеры, когда это некое напоминание, то есть либо брошенная корзина, либо, как бы, да, то есть когда долго ничего не покупали, долго с вами никак не коммуницировали, не обращались к вам, не общались с вами, когда мы о себе напоминаем с какой-то пользой, выгодой, естественно. Прямая коммуникация применяется реже всего, это именно когда какой-нибудь топовый менеджер либо владелец компании лично обращается к узкому кругу людей, максимально лично. Это, на самом деле, очень круто, что, как бы, да, то есть здесь вот в свое время Сбербанк прям проработали такую персональную коммуникацию. В конце прошлого года они предлагали перейти своим клиентам некоторым на услугу «Премьер». Поначалу, как бы, там есть услуга, а есть пакет именно, они отличаются немножечко. И я получила рассылку с письмом, с персональным видео. В чем суть? То, что переходившись письма на видео, открывается отдельная страница сайта Сбербанка, адрес, название сайта по моему имени и фамилии, то есть персональная страница. Там персональное видео, где озвучка по имени-отчеству Екатерина Андреевна. И вот понеслась вся моя история, да, вот, взаимодействие с банком. Там, сколько лет я уже с ними, сколько была операция. Они реально проанализировали, собрали все и на базе этой информации подожили мне эту услугу. Лояльность у меня прям реально зашкалила. Думаю, вот это классно. Вот тут Сбербанк прям молодцы. Они не кэшбэками берут там каким-то, не возвратами, а вот таким вот теплым отношением. Это правда сработало. Ну, просто это было неожиданно. И вот такие вещи они делаются редко, но всегда они очень высокоэффективны. Поэтому, да, если мы работаем с СМЛом, мы помним, в первую очередь, о сегментации как раз-таки базы и персонализации. Я говорила на первом уроке, что здесь отличается сегментация по как раз-таки поведению, да, то есть ваших подписчиков. Не по их возрасту полу и прочее, хотя тоже, конечно, это учитывается, но именно по поведению. И мы должны в рамках, опять же, этой персонализации также сформулировать здесь и цели, и задачи, и показатели эффективности, которые будем отслеживать в рамках работы с СМЛом. Без этого, как и везде, нельзя. Здесь мы также продумываем, кто наши клиенты, какие группы можно их разделить изначально, какие у них, опять же, мотивы, страхи, проблемы, и какие шаги они должны сделать, чтобы решить свои проблемы. То есть персонализация – это не только имя, как многие думают, а как бы, да, то есть как бы это все-таки немножко больше понимания того, что нужно вашей аудитории, именно ее потребность. В качестве примера буквально пару таких тем писем, которые хорошо на самом деле работают, проверены на самом деле, наверное, варианты заголовков для писем, которые всегда почти открываются. Если у вас подписчики заинтересованы в том, что вы предлагаете, допустим, когда классическая схема интрига в виде вопроса, там, например, где сегодня копирайтеры находят новых клиентов, да, если, опять же, копирайтеры, и вы им какой-то контент представляете, кому им это будет, ну, реально интересно. Классический вариант списка, да, как на готовом предложении, там, допустим, топ-10 новых хаков в agile, да, опять же, кто это изучает, кому это интересно, кто хочет саморазвиваться в этом направлении, будет, да, все равно будет именно интересно и внимание, любопытство. Четкое обращение к целевой аудитории, там, первые онлайн-конференции по персональному брендингу, то есть те, кто занимается брендингом, любой формат тизера, там, какие техники невербальной коммуникации входит в десятка лучших, но, опять же, для определенной аудитории в определенной специфике срабатывает. Оно с любой мероприятия, здесь прям тоже ничего такого сложного, там, российские недели ритейл, цифровые продажи в e-commerce, или любой прямой подход, да, да, то есть прям сейчас, торопитесь здесь быстрее и так далее. Все вот эти вот примеры регулярно используют металлогия, прям на регулярной основе, регулярно используют школы кибермаркетинга. У них в основном всегда дайджесты и вот такие заголовки, они их даже не меняют, учитывая, что это одни из самых крупных, у нас таких игроков, ну, как бы, да, вместе теперь уже из гигбрандс, но, тем не менее, это говорит о том, что такие форматы работают и не теряют своей актуальности. Учитываем вот эти общие рекомендации по работе с контентом, то, что, опять же, живой разговорный стиль письма, создаем поток, то есть, то, что я уже говорила, в строка от кого, приходит в строку тема письма, далее основной заголовок и сам текст. То есть удобство сканирования заголовки, абзацы, не сплошной текст, не мелкий шрифт, все понятно. Одна мысль, один абзац, самое простое правило, то есть по форматированию. Не забываем указывать свои преимущества, как бы, да, то есть, опять же, пишем максимально кратко, здесь нет времени читать, и никто не будет это делать. Соблюдаем баланс текста дизайна, обязательно, что мы львёрстка, обязательно прорабатываем адаптацию письма. И пару примеров, собственно говоря, да, опять же, по темам писем. Вот те самые окна, кстати, для примера, вот вам, Кирилл, прям повезло, наверное, сегодня. Есть стандартные темы, которые применяются почти во всех сферах, да, там, допустим, когда увязают в одной теме письма, то есть почему пластиковые окна такие-то считаются лучшими, да, то есть если я уже купила окно, ну, как бы мне это будет неинтересно, из чего состоят окна такие-то, там, да, как ухаживать за окнами такими, так, как бы, вроде все хорошо, но, как бы, на этом не заканчивается лимит, можно здесь, да, действительно больше пользы предложить аудитории, там, например, результаты эксперимента, там, окна обыкновенные против, там, окон с закалённым стеклом, вот, к примеру, там, как окна такие-то могут вас защитить от злоумышленников, сколько килограмм уличной грязи остаётся за пластиковыми окнами, то есть та информация, которая закрывает разные потребности аудитории, как бы, да, то есть на которых она находится по критериям, которые у них, да, на момент для неё актуальны, то есть в первую очередь, то есть мы смотрим всегда немножечко шире, как бы, да, то есть чем есть по факту. Это мой реальный пример, это ла-мода, который решила меня в своё время просто, мне кажется, уничтожить как своего клиента, то есть у меня была такая история, когда вот, купив у них товар, ты автоматически подписываешься на рассылку, её нельзя отменить, потом только если уже отписываться, как бы, да, то есть при оформлении она просто уже стоит, галочкой её убрать нельзя, и у меня однажды была такая история, когда я пооткрываю глаза с утра и вижу письмо там 24 часа до конца акции. Скажите, пожалуйста, видео у всех упало или только у меня? И вы вообще меня слышите? Или у нас проблемы какие-то появились? Со звуком в том числе, возможно. Нет, Никита, видимо, не только у вас. Так, вроде бы восстановилось, потому что у меня прямо слетело видео, слетел именно YouTube, то есть трансляция не останавливается, то есть проблем со трансляцией нет, проблема почему-то на стороне сервера YouTube, потому что у меня уведомление появилось здесь на настройках, что проблема на стороне сервера. Так что, ребят, к сожалению, я на это никак повлиять не могу, то есть с моей стороны всё ок. Если было бы всё плохо, упала бы трансляция. Сейчас вроде бы всё нормально. В общем, по данному примеру, действительно, когда они мне в день прислали порядка 25 писем, я была их готова убить, честно. Вот правда, ну, убить не в буквальном смысле, а в виртуальном, то есть просто уничтожить компанию, да, то есть наследить так, чтобы мало не показалось. Естественно, я просто отписалась, но, честно говоря, вот прошло уже три года, я до сих пор не готова к ним вернуться за покупками, правда. Вот они меня всё желание отбили напрочь вообще. И ничего меня не убеждает. Ни скидки, ни бомбс, ни подарки, ни всё что угодно. Я не хочу туда возвращаться просто. Ну, представьте, 24 часа до конца акции, там, минус 30% на сапоги и ботинки, потом 20 часов, триггер-терапись, потом 15 часов, по моей удаче, за хвост. И когда там уже было три часа, ну, это правда был же перебор. Ну, это вот, просто представьте частоту вот этих писем в один день. Вот так делать точно нельзя. Это пример как раз из Сбербанка, вот та самая визуализация вот из почты, то есть ко мне обращение именное, то есть видео, нажимаешь на проигрыватель и переходишь на персональную страницу. Собственно, правила едины всегда и на прошлый год, и на все последующие года. То есть адаптируйся либо умри. Это реально так. Люди уже не так хорошо воспринимают всякие вложения, поэтому сразу делаем адаптив с HTML-верской. Пару слов про визуальный контент. Безусловно, мы все визуалы. Мне прям буквально сегодня спросили, почему, говорит, я вот в Инстаграме реагирую на публикации, а в Фейсбуке нет. Я сразу ответила, потому что я говорю, вы визуал. В Инстаграме сначала картинка, потом маленький текст. Во всех других соцсетях сначала текст, потом картинка. Поэтому если вы чаще реагируете на рекламу, на публикации в Инстаграме, то, скорее всего, у вас реальная визуальность тоже больше развита, нежели вербальная часть, скажем так. Это такая хорошая на самом деле вещь, если ты это понимаешь и знаешь, ты можешь очень грамотно управлять поведением аудитории. Поэтому, безусловно, как бы, да, то есть у нас мозг, естественно, воспринимать визуальную информацию гораздо быстрее и лучше, обрабатывать это тоже быстрее изображение. И при всех равных показателях всегда выигрывает тот контент, который более красиво оформлен и который, как правило, имеет яркие какие-то элементы графические и выгодно подчеркивает предложение. Стандартные виды контента визуального... Точнее, задача даже та, которая решает визуальный контент. Мы привлекаем повышенное внимание к тексту. Да, мы тем самым, как получается, можем разнообразить и либо усилить, наоборот, текстовый контент, облегчаем его восприятие, помогаем передать атмосферу, настроение, идею, мысль, замотивировать, направить, эмоциями зарядить и в результате повысить именно доверие к брендам, что очень, на самом деле, круто. Вот пример визуализации. Это один и тот же продукт, хотя, на самом деле, думаю, что разный. Это один и тот же бренд, в общем, хороший, такой интересный, крупный логотип, такой статусный. И вот такие, как будто бы, как детские браслеты или цыганские, какими-то пластмассовыми бусами, которые, ну, вообще не продаются. У них было очень много, вот, скажем так, вот таких вот изображений, вроде качественных, хороших, но продаж не было. Нет вот именно, во-первых, концепции кадра, во-вторых, практичности применения. Нет намека, где и когда могу это использовать. В правой части это есть. Упаковка. Видно, что браслет с шармами. Можно собирать аналог Пандоры, но дешевле. И Новый год. Леденцы, подарочная бумага. 8 марта, 16 февраля, Рождество, Новый год. Вот все зимние праздники сразу, махом, одновременно. Я сразу уже понимаю, что я могу действительно это использовать. Основная аудитория – молодежь, потому что это были недорогие браслеты. Еще пару примеров. Это те же браслеты, но это уже каток, но тоже зима. Тут и парень, и девушка. То есть, ага, можно купить сразу, как бы, да, то есть и себе, и ему, а может быть, и одинаковый. Ну, не знаю, у всех по-разному бывает. То есть, это тоже определенный посыл, определенная отработка, да, то есть контента на сегмент аудитории. Алфавит магнитный английский. Здесь мы показали, что, как бы, ну, как бы, в принципе, был посыл пожеланий просто хорошего дня, но в том числе с намеком на то, что алфавит не просто изучает, да, буквы, а мы учим говорить и учим складывать слова в игровой форме. И, безусловно, это очень круто сработало на родителей, это очень круто сработало на многих людей, которые изучают английский язык, потому что это реально было проще. Ну, конечно, основной была аудитория – это дети. И последняя картинка – это столик для завтрака. Я вам покажу на следующем уроке, как мы продвигали результаты продвижения. Он долго не продавался, когда была позиция именно столика для завтрака. Мы решили показать, что можно данный столик использовать по-разному. Например, взять с собой на пикник в летнее время, он легко складывается, убирается в рюкзак. То есть и туда поставится то, что, как бы, там обычно падает, проливается и прочее, просыпается и так далее. Вот это не громоздкий стол. В рюкзак помещается, спокойненько положил, сел там, не знаю, на велосипед, встал на самокат и поехал до полной прогресса с друзьями. Все комфортно. То есть, когда в таком посыле ты показываешь разные варианты, которые люди сами почему-то иногда не всегда могут, как бы, да, или себе представить, это, естественно, помогает принять решение правильно. Именно поэтому, да, то есть только времени уделяется визуализации социальных сетей, и во ВКонтакте, и, собственно говоря, в Фейсбуке, безусловно, потому что обложка – это ваш продающий пост. Это первое, что видят люди о вас, особенно в Фейсбуке, потому что сначала видим обложку, потом куча вообще информации, и где-нибудь там под видео, под фото, под историем, под мероприятием, еще под чем-нибудь появляется контент. То есть пока мы до него долистаем, многие уже устают. Поэтому обложка – это первое, что видят пользователи, и, естественно, на основании обложки принимается решение. Если мы говорим про Инстаграм, это описание вашего профиля, то это описание в шапке профиля. То есть я, наоборот, получается, здесь под визуализацией текста не вижу, пока не нажму на публикацию. Именно поэтому, да, то есть в данном случае, если не продуман дизайн, доверие к сообществу меньше. Это уже статистика. То же самое по сайту, что я говорила вам вначале, что сейчас статистика. Примерно половина пользователей действительно считает дизайн сайта самым важным фактором доверия компании. И если дизайна нет, доверия тоже нет. У меня очень много раз была ситуация, когда мне звонили друзья, там спрашивали, интересовались, я как-нибудь там даю рекомендацию, даю ссылку, и говорят, ну, сайт какой-то стрёмный, там что-то как-то вообще ни о чем. Вот тут прям классно, показывают мне действительно красивый сайт, а я читаю, изучаю, проверяю по аналитике, понимаю, что там, ну, вообще, вот лучше не заказывать. И это правда срабатывает. Это действительно очень круто срабатывает. Поэтому дизайн и визуализация – это наше все, то, что тоже контентная составляющая. И именно поэтому, что мы через визуализацию в игровой форме с картинками, с инструкциями лучше воспринимаем информацию, инфографика вошла в такое, наверное, правило применения на главной странице сайта. Очень многие лендинги выстраиваются по формату инфографики. То есть какие-то отдельные блоки, примерно одинаковая стилизация по иконкам, по каким-то выделениям. Это все как бы, ну, прям как инфографика, правда, выглядит. Она же разная может быть. И этот именно, скажем так, такой стиль повышает конверсию, правда. Очень сильно повышает. И трафик привлекается больше, и, собственно, конверсия повышается. И, естественно, для любого магазина, если у вас плохие фотографии, доверие к вам сразу ноль, потому что вы пишете красиво, классно, а я не могу это разглядеть, увеличить, посмотреть. Я не понимаю качество, то есть что я получу на выходе. Такой код в мешке. Поэтому, ну, тут, думаю, это понятно по умолчанию. По инфографике. Почему так она интересна? Потому что мы с помощью инфографики через визуализацию реально расставляем нужные акценты, выделяя самое главное. И любая скучная, сложная, либо необъемная информация приобретает, наоборот, объем и смысл. Именно это и помогает. Именно потому она вот так хорошо работает. Вот два примера, наверное, прямо классических по инфографике. Казалось бы, скучная, но полезная информация, как работают городские службы в новогодние праздники. Если я отдыхаю там где-нибудь, не знаю, за городом, у меня сел телефон, либо там не ловят интернет, я не посмотрю ни расписания, ни электричек, ни поездов, ничего. Я просто буду вообще отрезана от мира. Если я предварительно такую вещь у себя сохранила, это хоть как-то облегчает мою жизнь. И правда неоткратно спасало. Мы каждый год делали такую инфографику в течение пяти лет. Всегда был прям спрос вообще мега космический. Даже спрашивали, когда будет. И правая часть, классический пример социальной инфографики, где показано в сравнении, что чернила стоят дороже, чем кровь человека. И в сравнении пенсилин, водка, то есть там разные варианты, то есть все намного дешевле, чем какие-то чернила для предыдущих. Смысл задуматься, потому что, ребят, не перегибаете ли? Все-таки другие ценности в жизни у людей. Простые правила применения инфографики, максимально эффективные, то есть она информационная, естественно, с историей, а такой, чтобы захотелось ей поделиться, и в едином стиле. Есть сервис, их очень много. Есть Квило, есть Пикточарт, есть Инфограм. То есть те, которые можно использовать для того, чтобы самому самостоятельно собрать инфографику. На самом деле это очень круто. И как бы, да, то есть рекомендую прям реально использовать и для публикации в социальных сетях, и в том числе там для сайта. По видео. Ну, это, наверное, единственный формат, который всегда будет перебивать все остальные форматы. Именно благодаря видео повышается вырученность и охват в социальных сетях. Именно благодаря видео у вас повышается интерес и внимание аудитории к вашей продукции. Именно благодаря видео повышаются продажи. Когда я смотрю видео, у меня сразу все органы чувств задействованы на изображение, движение, звук. Именно поэтому реклама на телевидении до сих пор работает. Хотя многие говорят, что телека никого уже нет. У вас есть YouTube, значит, вместо телека. И, соответственно, вы там также все равно реагируете на встроенную рекламу и прочие форматы. Поэтому, да, то есть это реально формат, который всегда будет популярный, всегда будет на первом месте, всегда будет ему отдаваться предпочтение всеми каналами, которые работают с рекламой. Это просто неизменно. В качестве примера. Вот здесь в левой части на укрепление лояльности, когда мы работали с сервисом, который тоже занимался почтовыми рассылками, вот здесь четыре, скажем так, темы, которые у нас конвертировались в клиентов. То есть именно благодаря этим темам в рассылке мы получили клиентов. Первое место у нас получилось, последний заголовок занимает, то есть пять видов писем, из-за которых вы теряете подписчиков. Там была подробная статья, где мы рассказывали конкретную воронку, путь, точки касания, и как с помощью нашего сервиса можно этого избежать. И люди купили у нас сервис. Потом, как тестировать форму рассылки. Ну, тут тоже, да, такая была инструкция визуальная, почему мы сняли короткое видео. Восемь оффлайн-способов привлечения, опять же, подписчиков. Разобрали каждый пример. И десять контент-идей для ваших email-рассылок. То есть чем суть? Не просто текст там, да, какие-то советуют рекомендации, а четкие инструкции по шагам. Именно вот эти простые темы привели нам клиентов. Если у вас какая-то новинка, действительно новинка, есть такое правило, типа, что ваш продукт уже хит по умолчанию, но он должен быть действительно уникальным, не являться клоном уже существующих аналогов, быть ценным, решать проблему, помогать и не вызывать ассоциации с чем-то реально новым. То есть мы работаем через качество и доверие. Самое главное правило, что каждый использованным в тексте слова должно быть понятно хотя бы на 90% ваша целевая аудитория, не вам, им. Вы-то все уже понимаете про себя, а вот люди сами впервые знакомятся, они должны вас понимать. Примеры смежных тем просто вам, как бы, да, то есть для размышления, для вдохновения. То есть, ну, там, допустим, там в рамках недвижимости, там могут быть секреты дизайна спальни, кухни, секреты, не знаю, там, ремонта. Здесь даже можно привязать и фэн-шуй, и обстановку, и вопросы в целом, на самом деле, то есть по даже выбору квартиры, исходя из гороскопа, нумерологии, сто раз сторон света, поверьте мне, там много всяких вариантов. В бухгалтерии мы, кстати, применяли такую вещь, как вот магические свойства чисел, реально, то есть вот мы пошутили после Нового года, когда был период финансовой отчетности, привели в пример, значит, цифры состались на известного нумеролога, вот, есть такой Сергей Гузнецов, который, ну, правда, он в своих кругах известен, что если в вашем отчете вот такие цифры, то, ой-ой-ой, ребятушки, вам не повезло. И мы так немножко, ну, так, потроллили, пошутили. Конечно, реакция была просто колоссальная, потому что там была, вроде бы, там, правда, была польза, там было как хорошее, так и такое немножко стебное, но при этом это как бы тоже цифры, потому что бухгалтерия – это цифры, в первую очередь. Это не только налоги, не только аудит, советы и прочее. Это, естественно, еще и все, что связано с цифрами, то есть мы чуть пошире смотрим. То же самое по другим категориям. Самое главное правило, вот, которое прям нужно действительно запомнить, два в особенности. То есть никогда не принимаем решения, опять же, за аудиторию, процессом управляют они, а не вы. И не врите, не преувеличивайте, не приукрашивайте интернет, помнят все, захотят, откопают, припомнят, хорошим это не закончится. Классическая вещь, когда мы используем в заголовках цифр, работает всегда. Это, наверное, вот тот самый пример. И, слушай, почему у нас так много вот этих топ-списков, почему почти все на этих списках сидят, которые где цифры в начале? Ну, потому что это неизменно работает. Уже, наверное, не первое столетие, мне кажется, это реально работает и будет дальше работать. Потому что это психология. Было очень много разных и сплетестирований, исследований, в общем, все. Это уже железобетон, а цифры в заголовке гарантированно дают больше переходов. Это реально так. А вот пару примеров, когда это списки в начале заголовка, и когда это в тексте. Вот насколько по-разному воспринимается значение этого, опять же, цифры. То есть до начала пляжного сезона осталось два месяца, думаешь, ну, еще много, два месяца – это куча времени. И 60 дней. Мы считаем так, недели 7 дней, месяц 30 дней, я уже опоздал, все, мне пора. Мы реально по-другому эти цифры воспринимаем. Ну, классический пример здесь как бы по спискам и рекомендация по количеству слов. Если о вас не знают, можно делать более длинные заголовки, что-то там необязательно, очень короткие. Если, как бы, да, уже с вами знакомые, и вы общаетесь с теплой аудиторией, можно делать более короткие заголовки, но максимально, опять же, ценностные, вот как у нас было в примере с рассылкой. Для наглядности просто вот самый популярный журнал «Манс Хеллс» – два заголовка с цифрами, космополитен, два заголовка с цифрами, здесь один. В каждом глянце, в каждом номере есть такие заголовки. Вот если бы это не работало, никто бы это не применял. Ну, то есть, как бы, да, это вот такое хорошее еще подтверждение. Для тренировки можно порепетировать с данными формулами, как бы, да, по написанию заголовков. Я эти же формулы даю вам в домашнем задании, то есть потренироваться с одной из этих формул, то есть для того, чтобы просто набить руку. А теперь в чем суть работы с любыми формулами, вот не только этими. А здесь нет как раз-таки необходимости четко соблюдать формулу. Суть в том, чтобы понять суть работы с формулой. То есть, допустим, самое главное в первой формуле – это качество продукта и преимущество потребителя. Все остальное на ваше усмотрение. То есть в примере удобных планировочных задач разработанных для того, чтобы привести ваши дела в порядок, можно сократить. Удобных планировочных задач приведет ваши дела в порядок. И за счет чего? То есть суть в том, как бы, да, чтобы здесь разобрать, да, максимальную конкретику. У меня в этих примерах специально здесь есть небольшая хитрость, потому что очень многие ученики копируют некоторые варианты, заменяя слова. Так вот, не нужно этого делать, потому что здесь ни в одном заголовке нет конкретики. А это самое важное, что должно быть. То есть нет конкретной пользы и выгоды. Поэтому, как бы, да, то есть такие простые варианты. Я говорю специально с хитростью, чтобы вы подумали самостоятельно с учетом того, что мы уже проговорили. Пару примеров сейчас лендингов как раз-таки, и мы с вами заканчиваем. Пример коммерческого предложения. Четкая визуализация. Идеально адаптируется для e-mail. Для любого вообще, в принципе, наверное, формата. Телефон, планшет, презентация, печатные версии, как угодно. То есть здесь стилизация общего бренда. Сразу для кого это, как бы, да, соответственно, предлагается. То есть основное, как бы, преимущество, как выглядит калькулятор, показывает, что именно финансово, какая выгода, ценность. А упаковка про качество, про компанию. То есть, в принципе, такая очень... То есть текст вроде бы немного, но вот все вот эти иконочки и деления, они четко распределяют взгляд и растворяют акценты там, где надо. Лендинг номер один. Школа английского языка. Такой прям хороший, на самом деле, наглядный пример. То есть первый экран на любом сайте – это всегда самая важная часть. Не только лендинга, но и в принципе вашего сайта. Поэтому, когда мы там используем все элементы, это изображение, фото, и заголовок, и подзаголовок, и, собственно, кнопку с призывом к действию, должны помогать друг другу, создавая общее впечатление. Напоминаю, работа заголовка – зацепить аудиторию, а подзаголовок как раз раскрывает то, то есть то, что было недосказано, и убеждает как бы смотреть дальше. То есть подзаголовок дает именно конкретику. Получается в нашем примере «Заговорите на английском, не выходя из дома. Поможем поднять уровень языка за 3 месяца всем тем, кто вечно занят». То есть мы сразу определяем проблему. Тем, кто вечно занят, мы поможем поднять уровень языка. А дальше раскрываем уже наше предложение. То есть через ценностное именно предложение, какая-то ёмкая конкретная фраза, в которой мы раскрываем, что уникального именно в нашем варианте. То есть такая концентрированная суть, которая помогает уже понять и сопоставить свою проблему с нашей версией решения. То есть мы говорим, что этот онлайн-курс составлен специально для тех, кто не чувствует уверенности во время общения на английском и откладывает это языком на потом. То есть, опять же, когда это боль, это реально так. Но замените английский на любую тему интернет-маркетинга, и поверьте мне, что это наверняка тоже в вашем случае сработало. Там SMM подставьте, там SEO, контекстная реклама, то есть вот то, что вам хочется изучить, то, что вы хотите узнать. Не, получить какую-то выгоду. На следующем этапе, как бы, да, то есть мы как раз-таки вносим некие преимущества отличия нашего предложения, убеждая клиента в том, что мы знаем его проблему. Аиду, пожалуйста, здесь сразу рисуйте себе, на каком этапе, какую из ступенек мы прорабатываем, потому что она здесь четко видна. Никита, этого сайта нет, это специальный пример. Это отдельный пример, это несуществующий сайт. Это пример для того, чтобы показать, как работать с лендингом. Как бы, да, то есть мы здесь убеждаем в том, что мы знаем о проблеме, мы рассказываем, почему наше решение сработает, и, как бы, да, уже говорим про ключевые отличия на нашего, как бы, да, то есть продукта. То есть преимущество, какую ценность получает клиент от пользования вашим продуктом, отличие, какая часть вашего продукта помогает тебе эту ценность получить. То есть 60 минут онлайн, без стресса и в вашем, опять же, как бы темпе. И внизу мы поясняем, почему это работает лучшее обучение в классе, потому что, как бы, да, у многих такой вопрос возникает. Никита, смотрите, то есть сайта нет сейчас, имеется в виду, как бы, да, это пример для вас, потому что сайт был запущен на время рекламной кампании, и сейчас он неактивен, это не постоянный лендинг. Этот сайт был во время промо, поэтому сейчас, как бы, его вы не найдете. Он отключен. Но не от меня это зависело. В следующем этапе некая мотивация, выделяем простых 3-4 буквальных шага, которые уже, как бы, либо здесь заставят принять решение, либо все-таки еще, как бы, да, то есть замотивируют, как бы, да, то есть смотреть дальше. То есть мы предлагаем свой путь решения, как перестать откладывать английский на потом. И даем вариант раз, два, три. Если есть у вас отзывы, как бы, да, размещаем. Социальная значимость очень важна. Если своих отзывов еще нет, подождите, только не пишите сами. Люди очень четко, на самом деле, уже научились определять, когда отзывы фальшивые. Либо очень мастерски пишите, либо очень сильно подождите. Будет, на самом деле, ценнее. Последний экран всегда завершается призывом к действию. В данном случае, как бы, да, то есть мы прям говорим открыто, что добейтесь уверенного английского под присмотром личного преподавателя. Ваши три месяца, ведущие к уверенному английскому, могут начаться прямо сейчас. Забронируйте бесплатный ворок с преподавателем. Вот реально замените, как бы, да, то есть добейтесь уверенных, когда там, не знаю, продаж через социальные сети под присмотром личного преподавателя. Вот когда это вот боль, это правда очень хороший посыл, который, ну, срабатывает, он, правда, универсальный. То есть его можно применять в разных абсолютно сферах, в разных отраслях. Это то, что вызывает ту самую персонализацию. Когда вот это вот тряситосократно меня ценят, сообщают мне пользу и говорят мне правду. Вот это очень хорошо срабатывает. Быстренько разбираем пример по недвижимости. Здесь суть в чем? Сайт тоже, на самом деле, он существует, его можно найти, но там сейчас немножко другой дизайн. То есть это была наша версия на момент промо-компании. Дальше уже там хозяин что-то накрутил, навертел. В общем, там сейчас все по-другому, к сожалению. Но, в общем, сайт этот можете найти, кстати. Первый экран – это реально, кстати, семья. Это не столько фотографий, это реально из жизни семья. Это друзья, собственно, владельцы этого дачного поселка, который продавал земельные участки. Здесь суть главного в чем? В том, что финансовые выгоды. Это, кстати, касательно всей недвижимости. Загородные дома и строительство домов, и покупка квартир всегда выносят выгоду в деньгах. Потому что здесь очень такие крупные суммы. И здесь, получается, когда мы покупаем земельный участок, мы сразу же закладываем расходы на дом. А здесь выгода почти в 300 тысяч рублей. Это то, что идет, опять же, мне уже все дома. И это, естественно, хорошо срабатывает. И мы основные преимущества здесь, получается, поясняем и как туда добраться, и удаленность от, собственно говоря, Москвы, и что есть рядом, и какие коммуникации, чтобы было комфортно и удобно, как дома. И по инфраструктуре, по гарантии безопасности, то есть по комфортному отдыху, потому что дома строятся либо как летний дом, либо как для постоянного проживания. Поэтому кому-то нужны коммуникации, либо чтобы было постоянно там и тепло, и свет, и газ, как говорится, все было, электричество в том числе. И по инфраструктуре, чтобы все было рядом. То, к чему мы привыкли – магазины, аптеки, какие-то медицинские учреждения, культурные для отдыха. То есть кому-то все то, что кому-то мне необходимо для нормальной жизни. То есть вот в этом месте. И если это у меня летний домик, почему у меня безопасности и гарантии? То есть чтобы я была уверена в том, что у меня дом не разворуют, не разобьют там, не знаю, стекла, есть какая-то охрана, награждение, либо еще что-то. То есть то, что для меня важно, чтобы дом был в сохранности. Когда это не какая-то маленькая деревня, все свои, когда это поселок коттеджный, там все что угодно может быть. И там, как правило, действительно многие не живут постоянно. Это летние домики. И бывают разные. Показываем преимущества именно территории, то есть по окрестностям поселка, то есть почему действительно там удобно, хорошо, все варианты, которые есть рядом. Классическая схема мотивации, когда мы работаем, скажем так, на вот таком эффекте доверия с небольшим ажиотажем. Ну, то есть мы показываем, что уже есть купленные участки, как это вот тоже с квартирами, то, что уже есть купленный квартир, хотя наверняка они не куплены. Но это такая хитрость, она классическая. То, что было ощущение, что место хорошее, участки покупаются, можно доверять. И почти все уже крутое разобрали. Осталось немного, то есть надо торопиться. И они нажимают, соответственно, на нужный участок, и здесь есть призывок к действию, чтобы никуда больше не ходили, не искали. То есть либо консультации, либо прямо сейчас забронировать, потом получить консультацию. Так, кстати, было. Они нажимали, бронировали скорее быстрее, пока не забрали другие. А когда еще триггер у нас появлялся, она, кстати, что вместе с вами этот участок смотрит еще пять человек, это реально срабатывало, правда. И они, потом сразу у нас была вторая, как бы заявка на получение консультации. То есть такая была небольшая цепочечка, то есть как бы намек, подталкивали слегка и завершали консультации. Но продажу совершал, естественно, менеджер. То есть мы вели трафик, сайт добил, но продает менеджер, нужно помнить. Что любопытно, в конце экран у нас в две формы есть. Там такая, то есть открытая и просто кнопочка. Почти всегда рекомендуют делать открытые формы, но в сфере недвижимости мы проверяли неоднократно. Люди чаще нажимают кнопочку. Мы попросили в случае, когда, если клиенты такие очень разговорчивые, легкие на общение, спросить менеджерам у этих людей, почему именно здесь они нажимали кнопочку на сайте. Знаете, что многие говорили? Ну, потому что там форма открыта, а здесь закрыта. Там данные видны, а здесь нет. Хотя там такая же форма, те же поля, просто она в поп-ап окошке, да, либо в лайтбоксе. Но доверие почему-то у людей к такой форме, к открытой, меньше, чем к тем, к закрытой. Хотя многие, наоборот, говорят, что было проще, не было лишних действий, форма должна быть открытой. Но в недвижимости работает обратный принцип. Проверяли раз пять потом. Всегда работает кнопочка лучше. Ну, вот, не знаю, как-то так психология устроена, видимо. В качестве бонуса пару сервисов по поиску картинок с открытой лицензией здесь, и часть еще есть в методичке. Google зря недооценивает, на самом деле. У него есть хороший инструмент поиска, среди на использование, только он ищет круто на английском языке. Единственная разница в этом. В остальном, как бы, да, то есть, действительно, здесь очень крутые изображения, которые можно спокойно к себе использовать. Но первый мой любимый сайт – это Unspash. Многие его знают. Здесь очень много фотографий, пополняются каждый день, минимум по 10 штук. Они в вашем разрешении, профессиональные, все в открытом доступе. То есть, здесь можно найти те фотографии, которые потом не будут повторяться нигде. И для соцсети, и для сайта. Это прям незаменимо. Похожий сайт Pixels. Здесь тоже регулярно обновляются изображения. Тоже почти нет повторов, хотя иногда бывает, что одни и те же авторы заливают фотографии и сюда, и в Unspash. Но вот в интернете в целом, особенно в Рунете, реже можно найти или почти даже невозможно найти похоже именно это изображение. Это, на самом деле, очень классно и в плане уникальности очень сильно выручает. Также все открыто с лицензией для любого коммерческого использования. Все свободно. И Pixabay – тоже очень удобный сервис. Здесь есть и векторная графика, и фотографии, и иллюстрации, и даже видеоролики уже готовы, и даже есть API. То есть, прям тоже все открыто, с коммерческими использованиями. То есть, ну, прям очень классно. Поэтому рекомендуем. Так, на этом у нас с вами все. Чуть-чуть вас задержало. Ну, мы разбирали домашку долго. Вот прям эти 15 минут, как бы, да, по-хорошему, нас съели основное время. Но не разобрать тоже не могла. Я уверена, что вопросов у вас, в принципе, никаких не осталось, скорее всего. Но если все-таки что-то хотите спросить, напишите в чат. Ну, обычно по контенту вопросов не возникает, потому что здесь все очень понятно. Здесь только нужно креативить, креативить, еще раз креативить. Наверное, так. Пробовать, пробовать, запускать тесты, замерять, собирать данные, аналитику, а потом уже принимать решение. Спасибо. Спасибо. Ну, в ответ тишина. Значит, всем все понятно, вопросов нет. Хотя нет, вот что-то вдруг вылезло. Никки, можно присылать первое ДЗ вместе со вторым? Можно. Присылайте, потому что здесь, в принципе, то есть мне не принципиально, вы даже можете в четвертый урок загрузить все три ДЗ, я спокойно все посмотрю, дам вам обратную связь по всем трем, и в вашем случае по всем двум. Так, Никита, нужно ли маркетолога, образование, экономиста? Именно образования нет, а математику знать придется. Здесь много формул. То есть в рамках веб-аналитики мы замеряем реально почти все. То есть мы замеряем эффективность работы юзабилити, эффективность работы интернет-маркетинга, эффективность работы продвижения. В каждом канале свои формулы. В общем, математики много. Поэтому вот именно экономиста, наверное, все-таки нет. Вот какие-то банальные такие вещи по математике, по счету, по пониманию, как считать рентабельность, как считать выручку, чистый доход и все эти конверсии, все-таки как бы да, но это отдельная тема, ради которой поучиться на экономиста все-таки, наверное, ну не так обязательно. Хотя, не знаю, у меня, в принципе, у меня образование госуправления, но вуз был финансо-экономический. Мы много эту тему изучали просто. Поэтому мне кажется, это в подкорке просто уже записано, так или иначе. Но мне это очень сильно, конечно, помогает. Хотя и не экономическое образование. Нужно ли произвести знание маркетолога? Если у вас нет в команде маркетолога, и вам придется делать все самому, то да, потому что, опять же, когда вы прорабатываете сайт какой-нибудь, то, соответственно, естественно, опять же, юзабилити, конверсионная цепочка, тексты, все должно работать на благо аудитории. Ее потребность нужно изучать аудиторию, изучать конкурентов, сравнивать, делать выводы и на базе полученной информации выстраивать уже кобода, то есть структуру своего сайта. Как правило, кобода без маркетолога здесь сложно, иначе сайт не будет продавать. Самая главная цель сайта какая? Продавать. Никки, переделывать лендинг или делать новое, что проще начинающему специалисту? Ну, зачем переделывать? Вообще странный вопрос, потому что зачем переделывать? То есть если что-то не работает, если лендинг сделан на движке, то можно просто поменять шаплом, например, обновить и сделать все по новому, что очень сильно хочется. Если это конструктор, то еще проще. Ну, то есть какая цель, да, то есть зачем переделывать, да, может быть, и вообще почему? И как новый будет отличаться от переделанного? Чем отличаться будет? То есть конверсионность повысится с сайта, что изменится дизайн, а что, в принципе, зачем это? Ну, то есть если мы переделываем сайт, то мы это делаем по какой-то, опять же, причине, чтобы что. Или когда мы меняем сайт. Когда мы называем корректировки в сайт, это один формат, а когда мы именно его переделываем, ну, то есть какие-то глобальные причины должны быть обычны для этого. Ну, если мы говорим в рамках работы, например, там, SEO-специалисты для продвижения сайта, переделывать сайт и делать новым точно не имеет смысла, в смысле делать сайт новый точно не имеет смысла, а вот вносить изменения существующие, то, конечно, да. Ну, и опять же, переделка должна быть с точки зрения понимания целевой аудитории и выстраивание, опять же, воронки, конверсионной цепочки. Актуально в верхней части, потом идет основной контент, который вызывает желание, и внизу действие. То есть принцип тот же. Никита, можно ли создать хороший лендинг на конструкции сайтов? Конечно, можно, и многие создают. Например, икра, икра, они сидят на тильде. Это одно из самых таких ярких креативных агентств маркетинговых в сфере digital, которые у них сайт сделан на тильде. Поэтому вот как бы очень многие пользуются. Там просто вопрос выбора, опять же, во-первых, тарифов, во-вторых, там есть возможность для программистов создавать полностью свое, а не брать готовые блоки. Там есть свободный HTML-код и верстка. Развлекайтесь, как говорится. Так, ну вроде бы всем ответила. Так, самые ваши активные. Никита и Ники вроде бы все. Вопросы у вас закончились. Так, изменить этот контент. Стилистику, спасибо за ответы. Даже не успевал писать. А вы отвечали. Читайте мысли. Я еще и маг. Кстати, по поводу мага. У меня Руди, называется студия. Не помню, на каком языке, но Руди переводится как «маленький маг и волшебник». Так что вы тоже некий угадали на самом деле. Так, Елена, оптимальная численность штата для сопровождения базовых активностей. Это вы сейчас вот что такое спросили у меня. Базовых активностей – это вы о чем? Штата для какой компании? Для чего штат? Вот сейчас очень такой у вас общий вопрос получился. То есть это штат рекламного агентства, это штат компании, которая занимается предложением какой-то продукции либо своих услуг. То есть что? Оптимальная численность. То есть вопрос, опять же, что за продукт, услуга, какие вам нужны каналы, какие инструменты. Естественно, на каждый канал в идеале создать отдельного специалиста, который закрывает вопросы этого канала. Ну, контент. Хорошо. То есть человек, который будет заниматься контентом, смотрите, один человек не может прорабатывать максимально эффективно и пресс-релизы для общения со СМИ, и публикации для социальных сетей, и прорабатывать оптимизированные тексты под SEO, под ядро на сайт. То есть это, как правило, все равно несколько специалистов должно быть задействовано, которые знают работу, и специфику работы с каждым каналом, и специфику работы с текстами в каждом канале. Никита, нормально. Не сильно задерживаете. Так, Елена, здесь я вам ответила. Так, ну, вроде бы все. Надеюсь, правда. Ну, если вдруг какие-то вопросы еще у вас остались, напомню, что я никуда не деваюсь, да, поэтому мне можно найти на GeekBrain, написать мне личные сообщения, и по мере возможности я всегда отвечаю на все сообщения, поэтому не стесняйтесь, да, спокойненько, что-то вас смущает, либо не успели спросить сейчас, а вопрос возрел потом по ходу, да, то, соответственно, спрашивайте. Ник, у нас с каждого урока будут все материалы, и записи, и методичка, и ДЗ, и презентация по всем четырем урокам, без исключения. Вот правильно ответил Никита. Все в личном кабинете. Все, ребят, всем большое спасибо еще раз, особенно тем, кто остался до конца. Еще раз поблагодарю вас за терпение, выдержку моего темпа. Я понимаю, что это, правда, непросто, поэтому вы большие молодцы. Всем хороших, пожелаю выходных. Заранее сразу, вроде как обещают, по крайней мере, по Москве, последние жаркие солнечные выходные, потом холодные дожди, вот, но тем не менее. И мы с вами встречаемся уже в понедельник на нашем третьем уроке, поговорим про таргетированную рекламу. Всем хорошего вечера еще раз, и пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok